коллеги всех рад приветствовать время 11 часов давайте начнем наш вебинар сегодняшний вебинар посвящен базовой настройки модели n870 и n670 ip pro от компании gigaset наш вебинар сегодня будет проводить технический директор gigaset евгений минаев информации много поэтому давайте начнем евгений рад тебя приветствовать тебе слово приветствую да все слышно отлично хорошо коллеги добрый день рад всех приветствовать давно не читал вебинаров как-то все этим и тематика самостоятельно справляется но вот попросили меня почитать сегодняшняя презентация сегодняшний вебинар кроме базовых настроек в конце будет продолжена несколькими слайдами посвященными новым возможностям новым опциям и как их настраивать которые появились устройстве gigaset n870 n670 в последних слайдах поэтому если посередине станет скучно вы крепитесь держитесь до конца чтобы в конце все таки услышать что у нас новинку появилась таким образом поехали так как вы все-таки я предполагаю заинтересованы базовой настройкой люди которые не так давно занимаются вероятно оборудованием gigaset то я начну сначала какая у нас есть на данный момент линейка в принципе все продукты gigaset настраиваются примерно одинаково поэтому если у вас есть какой-то опыт работы даже с потребительской линейки наших телефонов имеется ввиду айпишные телефоны где есть веб-интерфейс то в любом интерфейсе который вы откроете вы увидите примерно то же самое как ту же самую информацию которую следует настраивать для того чтобы завести в рабочий режим устройства первое самый левый нижний угол это то устройство которое у нас ну что называется end of life то есть оно еще есть немножко чуть-чуть кое-где можно найти но оно у нас уже не развивается коллегами в Германии скажу все-таки еще разок так как коммерческие люди которым считается коммерческой презентации технически я предполагаю которые сейчас пришли на презентацию все-таки люди иногда разные скажу важную вещь мы все та же компания GIGASET делаемся в Германии то есть наша производственная площадка находится в Германии в городе Бохль под Бюссельдорфом полностью от пластикового гранул до запаковки в коробку все делается там точно также софт все программное обеспечение техническая поддержка глубокой уже то есть девелоперы разработчики и саппорт который разбирается с багами это все Германия и Вроцлав в Польше возвращаемся к слайду то устройство которое следует эволюционно за N510 это N670 Single Cell так называемый устройство N670 N870 чуть дальше вы их визуально увидите это аппаратно одинаковая платформа программно зарезанная на функционал определенный для того чтобы получить за доступную цену что называется начальный уровень нашей микрософты достаточно купить N670 устройство в дальнейшем развивая его при помощи лицензии можно апгрейдить как стрелкой видно до полнофункционального N870 устройства и дальше до гигантских размеров как видите на слайде до 20 тысяч абонентов можно собрать систему слайд просто перехода от первого поколения нашей микросотовой системы N720 к N870 просто показано как менялась возможность масштабирования системы N720 также отживает свою жизнь она еще пока существует она еще пока продается и поддерживается но буквально года 2-3 и она также уже как бы отойдет в мир иной в плане поддержки но на данный момент если вам интересно устанавливать на объекты их смело это можно делать наши устройства работают распоставлены годами десятилетиями сломаться могут ну исторически по нашему опыту только в первый момент включения по разным причинам да ну не тот неудачный поле адаптер поставили и спалили просто устройство если же повесили на стену и завелось то не трогая его он будет работать вечно немцы здесь поддерживать свою реноме двигаемся дальше вот так выглядит если кто не видел дизайн N870 устройства удобно откидывается крышка сначала защелкивается блок питания если он предусмотрен на объекте клиента если не предусмотрен то следующим вставляется эзернетовский корт который в случае подключения в коммутатор или в по инжектор коммутатор имеется ввиду с поддержкой поя то обеспечивается достаточно список протестировал сразу я буду на вопросы отвлекаться периодически список протестированных коммутаторов отсутствует нет у нас такого некому его проверять и тестировать их такое безумное количество что наши наши поддержки просто не смогут это реализовать двигаемся дальше на данном слайде видите как выглядят возможности N870 решения в работе в режиме small чуть дальше вы увидите где настраивается этот режим small или medium или large большой уже ограничение работы режима small означает что когда одно из устройств N870 работает в роли интегратор плюс deck manager плюс базовая станция вот именно плюс базовая станция означает что сеть N870 работает в режиме small на данный момент и у нее будет свои ограничения базу горизонтально под потолок монтировать нельзя потому что антенны расположены вертикально если вы базу расположите горизонтально у вас зона покрытия сигналом от этих баз будет идти бубликом вертикально то есть не горизонтально по этажу а по вот так вот поэтому нет нельзя только если вы хотите пробить что-то наверх возвращаясь интегратор плюс deck manager плюс базовая станция означает что у вас максимум параллельных вызовов на систему 20 количество дек трубок 50 и количество дополнительных базовых станций которые можете включить равно 9 не превышает таким образом когда у вас возникает необходимость поставить 10 11 и так далее базу либо использовать 51 52 и так далее трубки то вы заходите в веб-интерфейс и переводите систему в режиме medium при этом у вас обратите внимание функционал базовой станции снимается с основного устройства вы можете дополнительно к этому интегратор плюс дек менеджер поставить теперь до 60 базовых станций по функционал расширяется до 250 трубок и 60 параллельных вызов на систему всего параллельные вызовы имеется в виду и внутренние и внешние то есть в принципе обработка по соединений она система это на самом деле очень важный момент очень ну не очень часто да но сталкивались с такими случаями недавно когда клиент настраивает у себя систему с хант группой состоящий из 60 и более даже одна из до и 60 андпоинтов которые должны зазвенеть у ну скажем у отдела продажи на столах получается что в этот момент все возможности системы единоразово занимаются начинается клинч определенной системы она начинает некорректно не так как ожидает заказчик обрабатывать данную ситуацию то есть это нужно понимать всего 60 вызовов одновременно допускается на один дек менеджер какое решение если без больше чем 60 следующий слайд на эту тему вы понимаете что вам не хватает 60 базовых станций вам нужно 61 или 5000 только там 5999 при помощи дополнительного устройства устройство может быть двух видов это либо виртуальный интегратор либо аппаратный интегратор то есть с устройства n870 теперь снимается еще и функционал интегратора но интегратор это там чуть дальше я объясню его роль именно интеллектуальная в этой системе поэтому данном случае у вас появляется виртуальный интегратор который живет крутится на виртуальной машине софт соответствующий скачивается с нашего портала опять же я покажу чуть дальше конкретно по этому порталу как найти этот софт и ваш функционал расширяется до 6000 базовых станций точнее так до 100 кластеров с дек менеджерами при этом каждый дек менеджер это 60 базовых станций и 250 трубок то есть 100 таких кластеров означает что у вас в едином кластере уже ну условно говоря есть возможность использовать 20 тысяч трубок и 6000 базовых станций с роумингом и с хендовером что важно хендовер если кто не знает трубка начавшая вызов в точке а пройдет длинный маршрут между разными базовыми станциями без обрыва соединения этот называется хендовер если обратили внимание дек трубок 20000 до по идее как бы 100 кластеров умножить на 250 трубок это 25000 они 20000 сделано это ограничение для того чтобы была возможность работы именно роуминга и хендовера так как трубки могут переходить из зоны действия 1 до дек менеджера немцами принято эмпирическое решение что должно быть 80 процентов занято возможностями по обслуживанию текущих трубок от 20 процентов быть свободны для того чтобы по хендоверу по роумингу трубка из соседнего кластера могла перенеститься в данный кластер требуется лицензия ли для виртуального интегратора дальше не будет информации на эту тему потому что все-таки вебинар посвящен базовым настройкам а небольшим системам поэтому да я так уже ответил для того чтобы расширить систему с виртуальным интегратором сам виртуальный интегратор скачивается сайта бесплатно разворачивается бесплатно и у вас появляется 70 дней на то чтобы приобрести лицензию то есть нет необходимости прям сразу как бы бежать бежать дайте мне виртуальный интегратор с лицензией вы 70 дней имеете возможность свободно пользоваться системой с несколькими дек менеджерами сколько вам там надо ограничений нет насколько я помню пока не придумали немцы после этого по прошествии 70 дней на условно там на шестьдесят пятый день вы играете да меня все устраивает заказывайте лицензию лицензия стоит копейки лицензия стоит по сути как один на n870 то есть если у вас снова словно там из 200 базовых станций состоит сеть то наличие лицензии это будет 201 стоимость одной базовой станции херунда кроме лицензии на интегратор нужны еще лицензии на каждый дек менеджер не на каждую базу на каждый день то есть если у вас пять кластеров под управлений виртуального интегратора вам нужно будет лицензия на виртуальный интегратор и 5 лицензий андер менеджера стоимости тоже копеечный там треть стоимости деку менеджеры половины не помню точно брат к с домен интегратор я думаю да на самом деле проблем не вижу потому как вынести интегратора в отдельный broadcast-домен означает просто настроить маршрутизацию, а там нет никаких сложных протоколов взаимодействия между интегратором и DECT-менеджерами. То есть есть определенные протоколы, которые у нас используются в системе N870, где нужен единый broadcast-домен, но в данном случае это, по сути, если я не ошибаюсь, честно не пробовал, но вроде бы такого не встречал нигде ограничения. То есть можно маршрутизировать спокойный интегратор и DECT-менеджер друг с другом. Центральный офис, логично, да. То есть, соответственно, так как у вас может быть 100 DECT-менеджеров, они могут вообще в разных городах быть и работать под управлением одного интегратора, который стоит в 101-м городе, условно говоря. Двигаемся дальше. Это виртуальный интегратор. Кроме прочего, есть еще более простая система. В чем сложность виртуального интегратора? Ему нужен отдельный... Ну, конечно, можно поставить компьютер, на него в MWare PlayStation поставить, и оно будет работать. Но, сами понимаете, если вы рассматриваете архитектуру с большим количеством DECT-менеджеров, значит, вам должна быть интересна отказоустойчивость. Отказоустойчивость с виртуальной машины без возможностей резервирования виртуальности, да, вот эта виртуальность сервера, она теряет смысл. Поэтому все-таки, наверное, нужны нормальные сервера, нормальные цоды для того, чтобы виртуальная машина крутилась именно там. И это может быть иногда сложно. Поэтому, если у вас система ограничена необходимостью, вот обратите внимание, слева внизу, двумя стами, сорока базовыми станциями и восьмью стами трубками, то вы можете использовать в качестве интегратора внешнего, такой же N870 и специальные роли MWD-интегратор, аппаратный интегратор. То есть, с него снимаются все роли DECT-менеджера и базовой станции, остается только MWD-интегратор. Чем эти роли отличаются друг от друга, я скажу чуть дальше. То есть, будет посвященный слайд, чтобы не было путаницы, зачем, почему, там и так далее, и так далее. Такое разделение сделано. N670, как бы небольшой шажок назад, но тоже важный момент. Оборудование N670 чуть раньше поставлялось у нас в комплекте с трубкой C530, кто это помнит. На данный момент данный бандл закончился, приказал долго жить по причине того, что трубки достаточно старые, там были использованы C530 трубки. Элементарный момент. Пресс-форма не вытянула очередной миллион, который у Германии делает эти трубки, не вытянула очередной миллион новых трубок. Очень был популярный аппарат, и стоимость пресс-формы очень большая, она тоже составляет несколько миллионов евро, как бы это там нелепо не звучало, но это так. Поэтому немцы приняли решение, все, больше не можем тянуть C530 трубку. Соответственно, бандл наш рассыпался. Мы теперь продаем N670 модуль отдельно, но к нему можно купить абсолютно спокойно любую из профессиональных трубок и точно так же прицепить без каких-либо ограничений. Я надумал, вы уже пробежались по характеристикам, зачитывать их не буду. Есть резервирование средствами виртуализации только интеграторов в случае виртуалки. В случае виртуалки реализуется резервирование только интеграторов, все верно. У нас отдельно есть еще резервирование базовых станций в плане синхронизации. Отдельно есть резервирование DECT-менеджеров в плане DECT-менеджеров, а верхняя роль интегратора резервируется средствами виртуализации. Все верно. Варианты работы, ну, наверное, тоже уже посмотрели, пока я говорил на другую тему. То есть можно начать с малого, потом, расширяя потихоньку лицензиями, как бы использовать N670 с накатанной на него лицензию в полноценной схеме как 870 устройство до 6000 базовых станций и так далее, и так далее. Хороший вечный вопрос. Список непрофессиональных трубок по совместимости не существует. Этому будет посвящен отдельный слайд в конце презентации. И причины, почему он не существует, тоже там будет еще раз описано. Я понимаю, что бытовых, да. Вот, собственно говоря, чем архитектурно отличается, точнее так, да, роль. Архитектурно отличаются роли для N870 устройства, несмотря на то, что это один и тот же аппарат, его программно можно переводить в любую из этих ролей. Задача интегратора. Это тот самый веб-интерфейс, в который вы получаете доступ, заходя по IP-адресу. К нему же, ни клиентов с провиженки, это скорее сервер автопровиженка. Нет, прошу прощения, именно клиентов с провиженка. То есть именно интегратор обращается за файлом автопровиженка на какой-то там дополнительный внешний сервер. Будет слайд немножко посвященный этому. На нем, соответственно, хранятся базы данных, а именно какие трубки есть в системе, какие есть кластеры в системе, как они друг с другом взаимодействуют. Дальше этой информации не будет, поэтому скажу сразу. Допустим, у вас есть интегратор, есть дальше где-то в космосе, в других городах, крутятся DECT-менеджеры. DECT-менеджер, загружаясь в другом городе, допустим, он выключен был по какой-то причине, перезагрузился, или там буквально новая инсталляция какая-то. При включении он обращается к интегратору за получением всей информации о своей работе. То есть если в данный момент нет интегратора в системе, DECT-менеджер проснется, скажет, я ничего не понимаю, работать не буду, пока не будет коннекта с интегратором. То есть роль интегратора – это вот все базы данных, синхронизация DECT-менеджеров и прочее, прочее, прочее. Следующая роль, как бы вниз опускаясь, DECT-менеджер – это SIP-ьюзер-агент, то есть все взаимодействия по SIP-у, с телефонной станцией осуществляет DECT-менеджер. И вниз – подключение базовых станций. Подключается он к базовым станциям, DECT-менеджер именно, подключается к базовым станциям по проводам, не по воздуху. То есть его задача по TCP, IP каким-то образом там общаться, искать их, находить, синхронизировать базовые станции друг с другом. И, собственно говоря, базовая станция – это то, что в эфир излучает какие-то сигналы для того, чтобы трубки могли осуществлять вызовы и совместно друг с другом работать. Это по архитектуре и здесь немножко как бы по логике работы. То есть интегратор плюс DECT-менеджер выполняет конфигурирование, управление соединений, запросы к адресным книгам и так далее. А базовая станция с одной стороны. То есть у базовой станции есть два плеча. Первое плечо – это беспроводка в сторону трубки. Беспроводка же в сторону соседней базовой станции. Для чего? Для того, чтобы синхронизироваться. Базовые станции должны синхронизироваться для того, чтобы понимать, какие частотные слоты у них на данный момент свободны. Чтобы трубка, переходя между зонами базовых станций, попала на свободный таймслот. Частотный слот, не таймслот. Это важно понимать. Базовые станции должны быть синхронизированы, чтобы работал хендовер. Чисто теоретически вы можете настроить систему таким образом, что базовые станции у вас не будут синхронизироваться и все будет работать. Вы просто каждой базовой станции назначаете свой кластер работы. Условно говоря, у вас 10 базовых станций, каждая базовая станция работает в своем кластере. Никакой синхронизации. Трубки обрываются, когда ходят между зонами каждой базы. Но клиент доволен, потому что ему это и не нужно. Ну, условно говоря, может быть и такое. Почему бы и нет? Теоретически такое тоже всплывает, но я как бы такого не видел. Смысл этого слайда в одном. Я не знаю, зачем он в этом месте, но почему-то я в никак отсюда не сдвину, не придумываю, куда его сдвинуть. Трубка, начиная свое движение между зоной базовой станции А в сторону базовой станции Б, направляет РТП поток. РТП поток – это голосовой поток. Как он там называется? Real-time протокол. Ну да, наверное, так он и называется. То есть это поток, в котором идет именно голос ваш, забитый в IP-шные пакеты. Когда трубка переходит из зоны А в зону Б, у вас РТП поток маршрутизируется через базовую станцию, с которой инсидировался вызов. Потом идет, допустим, на базовую станцию С, с Б скидывается, все равно идет через А. То есть это нужно понимать, ну, как бы архитектурно, если кому-то интересно, кто-то в R-шарке смотрит, как все происходит, то есть произойдет именно такое. Слайд, который раньше был чуть поменьше, стал теперь чуть побольше, справа к нему добавились трубки, обратите внимание, R700, S700 и SL800. Это трубки этого года, даже начало, может быть, прошлого года, которые у нас появились. А так как трубки новые, то все они вне зависимости от версии софта, которые внутри можете увидеть, будут работать, соответственно, с нашими системами, как профессиональные трубки. Также остаются старые, потому что они в рынке есть, они никуда не денутся, как бы их никто оттуда не собирается выключать. Да, вы их не можете, условно говоря, купить, поставить новому клиенту, но ее отключать никто не собирается. Что я скажу про S690? Я скажу, что эта трубка из потребительского сегмента, собственно говоря, это все. Когда мы дойдем до слайда, посвященного поддержке GAP, я скажу, ну, немножечко, может быть, подробнее расскажу. Ну, как бы, не надейтесь, что скажу, как сделать так, чтобы все работало совсем идеально. Правила установки базовых станций. Вы можете увидеть разные варианты. Основное, первое, что уже спрашивалось, о чем я должен сказать сейчас. Базовые станции устанавливаются строго вертикально, точнее так, строго перпендикулярно направлению распространения сигнала. То есть, если у вас, условно говоря, здание странное, повернутое относительно горизонта на 45 градусов, и люди там таким образом ходят, то вам нужно базовую станцию, соответственно, на 45 градусов повернуть, чтобы она была перпендикулярна вот этому вот хождению людей. Это важно, потому что две антенки, они вот так вот рожками вверх там внутри напаяны, и, соответственно, распространяют сигнал вокруг себя. У нас еще появилось, я не включил в эту презентацию, устройство N870E, то есть это устройство с имеющимися внешними антеннами и с возможностью эти внешние антенны поменять. У них есть разъем TNC, вы можете имеющиеся, установленные уже на заводе антенны открутить, поставить те, которые вам нужны. Тогда да, вы можете как бы базовую станцию хоть положить, но антенны там поднять таким образом, чтобы сигнал распространялся вот таким образом. Но все равно как бы никуда не девается правило распространения сигнала от антенны. Также можно ставить антенны направленного типа. Не будет рекомендаций в рамках этой презентации. Если вдруг у вас есть такая задача, напишите запрос на почту, я вам скину те модели, которые немцы именно тестировали и которые хорошие результаты показали. Именно направленные антенны, не круговые. В плане круговых антенн все примерно одинаково. В части монтажа рядом с Wi-Fi не было никогда каких-либо сложностей, даже вопросов поднятых на тех мероприятиях, где я участвовал совместно, допустим, с немецкими разработчиками, где было бы сказано, что Wi-Fi каким-то образом негативно влияет на распространение дэк-сигнала. Ну, понятное дело, не надо вешать их на расстоянии трех сантиметров друг от друга, но отведите хотя бы на полметра, чтобы они прям совсем не зажгли друг друга соседними сигналами. И по идее должно работать. Требует к оборудованию. Все просто. Разъем Ethernet. Поя слабые 3,8 ватта требуется. Обратите внимание на такой момент. Вот столкнулся недавно, просто раньше не сталкивался. У Поя есть несколько типов питания. Ну, вы, наверное, больше даже меня знаете, потому что у вас более широкий в этом плане должен быть кругозор, по идее. У Поя есть несколько типов подключения контактов в разъеме RG45. То есть из 8 контактов какие-то провода могут быть задействованы для передачи данных, какие-то для передачи энергии. Более новые системы предполагают по одним и тем же проводам и передачу, и того, и другого. И есть, например, у Беквинтиевских вот эти вот Поя адаптеры мы встретились как бы с такой ситуацией, что не работают они с нашими базами. Ну, вот окей, как бы тот самый тип, который, к сожалению, не подходит. Но все основные Поя коммутаторы, которые на рынке есть, там элементарные, там ТП-линковские, работают без проблем. Дек-менеджеры все базовые станции располагаются в одном братка с доменем. Да, в одном братка с доменем. То есть их можно разделять в разные Виланы, но только если вы включаете поддержку Малтикастов по переходу между Виланами. Тогда это получается у вас опять братка с домен, и это требование должно быть соблюдено. Выделенный Вилан для телефона это рекомендация. Рекомендация для того, чтобы не, я бы даже больше сказал, выделенные коммутаторы все-таки для телефона. Если вы хотите использовать синхронизацию по Лану, потому что там очень существенные и большие требования к синхронизации по Лану. Чуть дальше об этом скажу. Если синхронизации по Лану не будет, если это будет синхронизация по ДЕКТу, тогда это не столь важно. Все, дальше все просто. В начальной установке вам приходит такая белая коробочка, вы ее, соответственно, включаете, и вам нужно перевести ее в определенную роль. Изначально все роли, которые идут с завода, это роль базовой станции. То есть они скинуты в дефолт, они глупые. В части крепления на металлическую, опять же, возвращаясь к вопросу, в части крепления на металлическую поверхность будет в разделе трэблшутинга там где-нибудь на 110-м слайде. Коллеги, я боюсь, часом мы не ограничимся. Часом не ограничимся. Если у вас будет возможность посидеть со мной подольше, посидите, потому что в конце будут именно вопросы трэблшутинга, которые будут интересны. В том числе я скажу и про то, кратко, как все-таки с металлическими поверхностями и так далее справляться. Из коробки вы достаете белый модуль в роли базовой станции. Его вам нужно перевести в режим тот, который вам нужен. Обычно, пока у вас как бы все маленько, либо вы тестируете только, вам нужно перевести в режим вот этот вот второй интегратор, плюс deck manager, плюс базовая станция. То есть вы... Что здесь написано у нас? Тут, 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 последующие нажатия. Там написано было, что нужно 10 секунд ждать. Ага, да. То есть вы нажимаете 10 секунд, у вас гаснут оба индикатора, потом вы короткими нажатиями переключаетесь кругами между вот этими вот режимами. Скорее всего, в 99% случаев вам нужно будет дождаться, когда у вас появятся два синих индикатора, все, как бы пальцы отпустили, потом долгое нажатие в течение 4-5 секунд. И у вас загораются два красных светодиода вместо синих. Устройство уходит в перезагрузку, через пару минут поднимается, и у вас уже появился интегратор deck manager плюс базовая станция в эфире. То же самое касающееся N670. Не буду как бы дальше никуда двигаться, ну просто вот эти индикаторы, они здесь так выглядят. Ролей на самом деле там больше, просто я основные сюда вывел. Двигаемся дальше. Первое, что нужно сделать для того, чтобы начать работать, это получить доступ к веб-интерфейсу. Для этого нужно понять, какое устройство IP-адрес. Здесь все просто, да, либо вы залезаете на DHCP-сервер, либо запускаете сканер IP, и смотрите, какой MAC-адреса все написаны на обороте базовых станций. Смотрите, где находится MAC-адрес, с какого IP-адреса, как бы, отвечает. Получаете этот IP-адрес, и уже заходите на веб-интерфейс. Дальше я буду, ну, наверное, так галопом по Европе, потому что ничего сложного в этом нет, но по каждому слайду пару слов. Вводите юзернейм и паспорт админ-админ по умолчанию. Очень настоятельно прошу, конечно же, все-таки, ну, если не вычитать, понятное дело, никто читать не будет, инструкцию по эксплуатации, которую можно скачать с сайта гиговики. Если не вычитать, то хотя бы иметь под рукой. Если возникает вопрос, ну, посмотрите по оглавлению, там очень многое написано. Первое, вы вводите юзернейм и паспорт админ-админ, и в следующем окне вам сразу же предлагают сменить пароль на что-то более секретное, логично. Также вы выбираете режим DECT Radio Band. Для Европы выбираете первый соответствующий, 1880-1900. Если вы выберете какой-то другой режим, к вам придет радиочастотный центр с соответствующими полномочиями, там, не знаю, друзья из СВСБ скажут, что вы не в том немножко диапазоне светите, не хулиганте. Но это в лучшем случае. Поэтому выбирайте, конечно, всегда европейский радиобенд. Вы сменили пароль, и у вас открылась страница. Вот основная страница, которая у вас здесь видна на вкладке статус. Я, честно говоря, поленился обновить многие слайды, посвященные вот этим вот основным настройкам в плане новой версии софта. Сейчас версия новая, 2.52. Здесь вы видите 2.26. То есть аж 2. В два раза практически. Это сколько у нас? Три года. Но в этом плане ничего не поменялось. Особо ничего не поменялось. Там возможны нюансы, конечно же. Что можно найти на этой странице важного? Первое. Это роль, в которой находится данное устройство. Ну, как бы имея опыт определенный, вы по странице настройки поймете и так, в какой она роль находится. Также MAC-адрес. MAC-адрес нужен когда? Когда вы, ну, условно говоря, захотите сделать лицензию для виртуального интегратора, то MAC-адрес, так как интегратор виртуальный, у него MAC-адресов нет. Лицензия привязывается к MAC-адресу. В данном случае лицензия будет привязана к MAC-адресу одного из DECT-менеджеров. Вот этот вот MAC-адрес вам понадобится. Ну, с IP-адресом все понятно, с частотным диапазоном уточнили, все понятно. DECT-PARI это идентификатор единый среди всех вот, вот, глобально сетей, сетей DECT. Пересечений быть не может. Если будут пересечения, будут коллижены. Параметр не меняется вручную, его можно менять при помощи автопровиженинга. В некоторых случаях, но я их сейчас не буду описывать, это в случае больших систем. Софт, что немаловажно, да, момент. Количество базовых станций, соответственно, активных, пассивных, количество подключенных трубок и так далее, и так далее. После статуса проваливаемся в настройки. Далее, следующие слайды пойдут как бы сверху вниз по порядку, но они же, собственно говоря, и по смыслу, по важности как бы своей настройки сверху вниз идут. Имя устройства в сети. Когда у вас устройств очень много, то, соответственно, у вас очень большая путаница возникает с именами устройств, с поиском нужных устройств и так далее, и так далее. Здесь все просто, здесь нужно, ну, каким-то образом проявить находчивость определенную, потому что когда у вас там несколько тысяч базовых станций, то пока немцы, смешно, много чего реализовали, но пока не реализовали поиск по имени устройства в сети, по имени базовой станции. Ну, нелепость полная, ну, как бы вот так вот. Поэтому надо как-то вот пока что справляться с этой ситуацией. Итак, устройство в сети называется здесь, динамический IP-адрес, разметка VLAN, как бы кому надо, до этого дойдут самостоятельно, увидят. Далее, следующая вкладка, Dispatcher DECT. Вот этот вот Dispatcher DECT первый, который у вас есть, он на этой странице в администрации, опять же, как бы это старое, изначальное название перевода данного пункта, конечно, администрирование уже в новых софтах должно быть. В случае, если у вас веб-интерфейс виртуального интегратора или аппаратного интегратора, то здесь этих DECT-менеджеров будет несколько. В том числе, когда вам нужно будет сделать резервирование DECT-менеджеров, они тоже будут появляться здесь. Следующая пока белая, непосвеченная вкладка синхронизация. Синхронизация понадобится только тогда, когда вы несколько DECT-менеджеров разворачиваете на одном объекте. Вот для того, чтобы у вас трубка в активном вызове получила, имела полноценный handover между базовыми станциями разных DECT-менеджеров, эти DECT-менеджеры также должны быть синхронизированы. Как детально это происходит, рассказывать не буду, ни в рамках данной презентации, слишком много будет информации. Поэтому не освечено, как бы данный пункт остается. Но имейте в виду, если у вас два DECT-менеджера на объекте, их нужно синхронизировать. Далее проваливаемся в DECT-менеджер. Что здесь можно сделать? Здесь можно, во-первых, вот обратите внимание, емкость маленький, вот здесь вы меняете маленький на средний, получая вот то, что я говорил ранее, либо 9 базовых станций дополнительно, либо 60. И дополнительно перезагрузка в роли диспетчер DECT. И диспетчер DECT и базовые станции, по сути, это то же самое, что и маленький и средний. То есть вы снимаете функционал базовой станции с диспетчера. Встроенное повод. Здесь такой прыжок вниз, но он важный. То есть первым делом, когда вы начинаете работу с N870 системой, вам нужно будет обновить софт. Чуть детальный, там, страница, посвященная этому, будет в нижней части презентации. А пока вот обратите внимание, да, вот это вот Teamworks, Gigaset, Com, Gigawiki, Display, ла-ла-ла и так далее. В Яндексе, просто в Яндексе набираете вот эти вот 8 букв, Gigawiki, прям в Яндексе Gigawiki, в одно слово 8 букв набираете и получаете доступ к порталу, где безумное количество всякой информации, посвященной Gigaset. Нигде вы больше такое количество информации не найдете. То есть это самое, как бы, если вы инженер, если вы технари, которые работаете с нашим оборудованием, она, как бы, у вас, как вкладка, как букмарка должна быть сохранена в вашем браузере. Первым делом обновляем до последней версии софта. Почему? Если клиент по какой-то причине, ну, встречает какой-то баг, да, то есть что-то не работает. Он говорит, у меня в такой-то версии, а версия старая, условно говоря, у меня в такой-то версии не работает то-то, то-то. Немцы сделают очень просто. Они возьмут новую, текущую, актуальную версию и проверят те симптомы, которые клиент им назвал. Если они не увидят похожей ситуации, они скажут, ничего похожего не найдено, обновите софт. Поэтому говорить, что что-либо у меня не работает на старой версии софта, к сожалению, бессмысленно. Но только если вы имеете конкретную претензию, что вот, а я новый софт скачал, а у меня перестало работать то-то и то-то. Да, окей, тогда занимаемся отдельной темой. Почему у вас перестало работать то-то и то-то и как с этим справиться? Итак, обновляем, качаем с сайта ПО, закачиваем его на DECT Manager, а базовые станции автоматически, подключаясь к DECT Manager, не спрашивая никого, будут обновляться до последней версии ПО. Здесь, когда вы много манипуляций проводите с устройствами, могут быть нюансы. Например, вы там несколько базовых станций в не совсем корректный момент подключили, они не обновились. Бывает такое, самый простой и действенный способ, как с этим справиться, DECT Manager откатываете на какую-то предыдущую версию и обновляете заново вперед со всеми подключенными вот этими несинхронизированными базовыми станциями. Тогда все базовые станции уже нормально обновятся. Просто такой как бы хинт, как справиться с такой ситуацией. Вот, собственно говоря, как выглядит этот сайт GigaWiki в плане firmware, то есть в плане софта. Вы проваливаетесь на страницу вот такой вот Public Wiki. Здесь есть продукты, документация, обратите внимание. Ну, что-то hidden, ну, как бы бывает. FAQ, соответственно, куча разной информации по оборудованию. Значительно больше информации, чем вот в этой вот вкладке FAQ. Если вы провалитесь в Products, выберите нужный продукт, там будет отдельный FAQ по продукту и будет безумное количество всего. И, собственно говоря, вот те софты, которые вы видите здесь, их можно скачивать. То есть вы заходите на вкладку Download. Если это 870, и у вас будет, ну, я слайд отдельно не стал делать. Сначала у вас вот такая вот Download, это будет скачивание софта для, собственно, N870, а отдельно внизу будет написано и софт для виртуального интегратора в режиме OVA, там или ZIP, или ISO в разных форматах. Обратите внимание, то есть есть софт 2.5.2 для виртуального интегратора, он будет отдельной вкладкой и отдельно софт для N870. Дек-менеджер настроили, ничего сложного, нужно подключать базовые станции. Базовые станции появляются у вас внизу в режиме пендинга. Не знаю, как это на русский язык. Поиск, не поиск, готовность, не готовность. Пендинг в коробках. Базовые станции появляются изначально внизу, вы в них внутрь прям нажимаете, проваливаетесь. Наверное, следующий слайд будет примерно на эту тему. Давайте я туда сразу провалюсь. Ну, то есть, да, вы как бы нажимаете, у вас внутри показывается ее имя и расположение. Имя можете поменять, напоминаю, но поиск пока по имени не работает. Стараюсь про, ну, такую элементарную вещь все-таки уже пропихнуть немцев, у них с приоритизацией немножко тяжело. Типа адреса понятно. И включить базовую станцию, она по умолчанию в режиме, как бы, да, поэтому просто говорите confirm и поехали. Базовая станция перекочевывает вот в эту вот верхнюю позицию. Внизу в поле пендинга уже пусто, а наверху, соответственно, она появляется. Если никакого косяка не произошло с обновлением софта, то софт сразу же базовая станция начнет обновлять, обновит и, собственно, включится в работу. Не будет дальше, опять же, отдельных слайдов на это, но обратите внимание, здесь можно экспортировать и импортировать настройки базовых станций. То есть, допустим, когда вам нужно дект-менеджер, объект кластера с дект-менеджером перевести под виртуальный интегратор, потом, в дальнейшем, то вам придется это сделать, если вы не хотите руками все перенастраивать заново, с помощью, выбирая все-все базовые станции, говорите экспорт, а потом в интерфейсе уже интегратора говорите импорт. Когда у вас, как бы, они появятся. То же самое касается трубок, там чуть дальше увидите. Базовые станции, администрация, администрирование все еще. Итак, что здесь еще у нас есть? Пари. Пари это вот тот пари, который был в самом начале и его окончание. Окончание 0.4 это RPM, то есть Radio Part Unit, а Radio Part Network, наверное, так, не помню. То есть, опять же, это уникальный идентификатор базовой станции в эфире, уже без проводки. То есть, трубка, когда будет что-то искать, она зацепится однозначно вот не на соседнюю какую-то, а именно на эту базовую станцию, вот именно по этому RFPI. Есть момент уменьшить мощность передачи в децибелах при использовании внешней антенны. Была идея, была надежда, скажем так, что иногда это может помочь в ситуациях, когда у вас много металла вокруг, и вам нужно обеспечить меньшие проблемы с отраженным сигналом. Для этого вам, по идее, нужно было бы снизить DBI, децибелы на передачу с базовой станции. Честно, лучше не стало. Пробовал, вот можете там особо не пытаться, лучше не становится. Для чего это нужно здесь? Это нужно для соответствия регуляторам европейским. То есть, у них есть такая особенность, что если вы подключаете базовые станции с внешними антеннами, которые усиливают сигнал, то итоговый сигнал не должен быть выше определенного уровня, то есть его нужно будет исходящее с базовой станции занижать, зарезать. Поэтому, собственно говоря, есть такая настройка. Также здесь, если вам требуется удалить базовую станцию или перезагрузить базовую станцию, это делается в интерфейсе конкретной настройки базовой станции. Итак, базовые станции и синхронизация. Как я уже сказал, синхронизироваться базовые станции у нас могут по декту, по лану, по проводам, либо в смешанной системе. Чуть дальше на эту тему. Если у вас идет синхронизация по декту, тогда у вас есть понятие кластера. В кластерах класса С у вас идет информация в одном информационном поле, поэтому если вам нужно отдельный сделать кластер... Стоп, это я ушел немножко в лан синхронизацию, мы пока в синхронизации дект находимся. Для того, чтобы у вас работало, допустим, 5 базовых станций в этом здании, а 10 базовых станций в соседнем здании, а между ними нет прямой видимости, достаточной для синхронизации, то есть обрыв по сигналу просто не хватает, то вам нужно в одном здании делать кластер 1С, а во втором здании кластер делать 2С. Вот в этом случае у вас получится синхронизация этих кластеров отдельной друг от друга. Это будет под управлением одного дект-менеджера, в этом проблем нет с точки зрения управления. А с точки зрения синхронизации это будет два отдельных кластера, и хендовер будет работать внутри каждого кластера. А между кластерами будет работать роуминг, то есть будет обрыв сети, но трубка и там поднимется, и там поднимется без проблем. Когда вы что-либо меняете, вы в конце говорите синхронизировать или синхронизировать все. Единственный момент, ну давайте сейчас скажу, хотя, наверное, на одном из следующих слайдов это будет. Если у вас по какой-то причине синхронизация смешанная, то есть что-то синхронизируется по декту, а что-то синхронизируется по лану, то вот здесь вот внизу, когда вы пишете источник синхронизации дект, а не микс, не смешанный, то у вас все базовые станции встанут в режим дект. Если вы напишете лан, они все встанут в режим лан. Поэтому если у вас смешанная синхронизация, вот здесь вот внизу выбираете микс, смешанный, и только тогда синхронизировать, иначе все у вас полетит. Что такое кластер? Ну как я уже сказал. Для кластера есть понятие хендовера. Хендовер внутри кластера работает, между кластерами не работает, между кластерами работает роуминг. Также есть понятие распределения нагрузки. Если у вас базовая станция стоит в какой-то горячей точке, в смысле того, что там абонентов много, и у вас активны уже 8 разговоров или 10, если у вас кодек 711, там, наверное, чуть дальше будет на эту тему. Сразу небольшое отступление. В зависимости от используемых кодеков в системе количество одновременных вызовов на базовую станцию будет разное. Например, G711 кодек дает наименьшую нагрузку на процессоры голосовые, поэтому на базовой станции можно делать 10 одновременных вызовов G711. G729 кодек дает среднюю нагрузку, соответственно, 8 одновременных вызовов. И G722, когда вам нужен широковещатель, по-моему, 4, 4 или 5 вылетел из главы. То есть еще меньше, соответственно, чтобы вы не удивлялись, откуда такая история, почему у меня 8, а не 10, допустим. Надо убрать из доступных кодеков, именно зайти в меню, чуть дальше увидите, в определенное меню и сказать, из доступных убираю все, кроме G711. Тогда у вас система скажет, окей, я могу 10 вызов делать. И, возвращаясь к этому слайду, если у вас 10 вызовов регулярно делается в точке базовой станции одной, то в случае поступления 11 входящего вызова, эта базовая станция скажет, типа, друзья, я занята, берите на себя работу. На другой соседней базовой станции скажет, берите на себя. Если трубка видит, что она и ту базовую станцию тоже может зацепить, и, соответственно, звонок пойдет через вторую базовую станцию на эту трубку. Но так как планирование должно сделано корректно быть с самого начала, то в зоне ходспота надо располагать рядом 2-3, сколько надо, базовых станций. Собственно говоря, то, о чем я сказала. Чистый дек. Бывает ситуация, когда у вас есть какая-то бронестекло с какой-то дверкой посерединке, и вам, ну, прям, ну, очень сложно их синхронизировать. Ну, ну, вообще, то есть никак. Вот только дверь открылась, и какой-то там слабенький сигнал пробивается. В таком случае у вас хендовер будет работать с большим трудом. Если вы не хотите больших трудов, тогда вы просто говорите нет, не будет работать, и разбиваете сеть на два кластера. Будет кластер 1С и 2С, соответственно, у вас синхронизируются, они будут отдельно друг от друга, работать будут отдельно друг от друга. Если чистый LAN, то примерно то же самое, но у вас появляется возможность хендовера, потому что синхронизация идет по проводам, а вот для того, чтобы трубка переключилась с базы на другую базу, эти базы должны все равно соседнюю базу через эту стенку видеть, но в значительно более слабом сигнале, чем при наличии синхронизации. То есть, следующий слайд, наверное, на эту вот тему тоже. То есть, для синхронизации сигнала будет недостаточно, синхронизация по деку будет рассыпаться, но для того, чтобы сделать хендовер от базы на базу, сигнал, если достаточный, то как бы работать будет и хендовер в том числе. А это, собственно говоря, ну такой смешанный вариант, когда у вас хочется стабильная работа, не зависеть от синхронизации по LAN-у, потому что это сложно, прям говорю. Не для вас сложно, а сложно для оборудования. Сложно подобрать такое оборудование и таким образом выделить его на синхронизацию по LAN, чтобы оно все стабильно работало. Тогда у вас получается как бы смешанная синхронизация. Дект здесь, дект сверху, дект снизу, между ними синхронизация по LAN-у, чтобы было все стабильно, но опять же надо обеспечить видимость по декту для того, чтобы сработал handover. Такая ситуация тоже возможна. Это я уже как раз сказал. Выбирайте смешаный, если вам нужно смешаный. Если вы вдруг случайно выберете DECT, у вас все, как бы они у вас настроены не были, свалятся в режим синхронизации по DECT. Просто не забывайте, когда это произойдет, помните меня. Базовые станции синхронизации по LAN. Для того, чтобы у вас работала синхронизация по LAN, вам, соответственно, есть одна колонка и у вас checkbox один только будет возможен в каждом кластере отдельно, для того, чтобы вы выбрали его как мастер LVS. Выбираете его мастером LVS, соответственно, прочие базовые станции, вне зависимости уже того, какие вы тут уровни поставите, если это не один, хоть 15 поставьте. У синхронизации по LVS всего два уровня, мастер и слейв. Все. А дальше по шинам они разбегаются во все стороны. Настроили, сказали синхронизировать LVS, либо просто установить, и оно все как бы пошло немножко дольше, чем синхронизация по DECT. То есть это может занимать минуту, минуты иногда, в зависимости от того, какое качество у вас инфраструктура. Но потом все поднимется. Итак, возвращаясь к сигналам. Есть такой инструмент визуализации, вот этот кусочек из него справа вверху. Если вы его не видели, там на одном из слайдов дальше будет слайд, посвященный визуализации. Для синхронизации по DECT у вас будут рисоваться кружочки и, соответственно, линии. Линии будут либо серые, либо красные вот такие вот мигающие. Красная мигающая линия означает, что я вижу ту базовую станцию. То есть базовая станция видит ту базовую станцию с плохим уровнем сигнала недостаточным. По большей части, который будет не то что недостаточным гарантированным, но, скорее всего, который будет рассыпаться иногда, если это синхронизация по DECT. Но, так как он его видит, вы между ними можете настроить синхронизацию по LAN, и handover, скорее всего, будет работать. Ну, а здесь просто на картинке, это как бы визуально. То есть в зеленой области это, типа, для синхронизации по DECT недостаточно. Ну, а вот красные пунктирные области, ну, по LAN будет работать. Зачем, почему, опять же, чуть дальше расскажу. Вот, собственно говоря, сейчас и расскажу. Преимущества синхронизации по LAN для вас. Это на самом деле никаких, потому что, хотя не знаю, все зависит от того, кто пришел на вебинар. Если вы представили клиента, то для вас синхронизация по LAN означает, что можно использовать, ну, условно, на 10-15% меньше базовых станций в вашей сети. То есть их можно разнести чуть подальше, управлять ими в этом плане. Легче денег на них потратить можно меньше, но с точки зрения интегратора ситуация обратная, да, понимаете? В случае выхода из строя базовой станции, которой не является LAN, не будет влияния на остальные базовые станции. А вот в случае DECT может быть влияние. Почему? Потому что у DECT мастер синхронизации, он один для кластера. Есть ли софт для рисования кружочков? Ну, для рисования кружочков у нас нет софта. У нас есть чемодан радиопланирования, в котором есть базовая станция и трубки, которые имеют определенный софт для того, чтобы на экране показывать, сколько пропадает пакетов при данном удалении вот этой базовой станции, какой процент этих пропадающих пакетов, какой уровень сигнала в DBI, DBM, также на данном удалении от базовой станции. Что это дает? То есть вы ставите базовую станцию в точке A вашего нового объекта, с трубкой проходите некий круг и определяете точки, где вот дальность максимально 65 дБ, рекомендуется немцами, где 65 дБ и отсутствуют пропадающие пакеты. Ну, ладно, 99% не пропадания пакетов. Значит, в этой точке, если эта точка такая ключевая в архитектурном плане, то есть дальше идет коридор или продолжение каких-то ключей можно рисовать, в этой точке вы ставите новую базовую станцию. Передвигаете потом туда вот эту вот тестовую базовую станцию и рисуете следующую такую зону. То есть это такой полуручной, полуавтоматический режим, но который на самом деле дает вам визуальное понимание, что у вас не будет мертвых зон, потому что вы пройдете все мертвые зоны, как бы все проверите, что от базовой станции в любой точке нету каких-то таких проблемных действий. Возвращаясь, почему базовая станция удекта, сломавшись, может навредить системе? Допустим, базовая станция первого уровня, окей, на нее есть там, сделали немцы резервирование, то есть будет другая базовая станция, которая подхватит первый уровень. Но, допустим, у вас сломалась базовая станция второго уровня. Ее задача получить сигнал от станции первого уровня, синхронизироваться и раздать синхронизированный сигнал дальше на базовой станции третьего уровня. Так вот, если базовая станция третьего уровня видит базовую станцию первого уровня или базовую станцию второго уровня, допустим, другую какую-то, то проблем не возникнет. А если базовая станция третьего уровня видит только базовую станцию эту, сломавшуюся, то у вас вся юбка вниз от той базовой станции рассыпется. Все остальное работать будет, а вот этот сегмент внизу, который был от третьего уровня или там четвертого, условно, и ниже, все рассыпется. Опять же, наше оборудование не ломается, такого не бывает, если там не тетя Дуня прибежит со шваброй, на этот случай как бы все наверху обычно располагаются базовые станции, тетя Дуни не должны влиять таким образом. Также у синхронизации по ULAN есть недостаток. И недостаток этот связан с тем, что вы вроде бы экономите на дополнительных базовых станциях, вам нужно их меньше, но с другой стороны вам нужно куда больше денег возможно потратить на то, чтобы обзавестись или выделить в отдельные сегменты коммутаторы. Чем больше коммутаторов, тем рекомендации по ULAN, давайте я сразу перемотаю. Чем больше коммутаторов в сети, тем больше проблем они дают. В каком плане? Самым важным параметром для синхронизации по ULAN является джиттер задержки, дрожание задержки, вариация задержки. То есть не сама задержка, не сколько у вас от базовой станции до другой базовой станции задержка пакета будет там условно 24 микросекунды какие-нибудь, а вариация. Вот если вокруг этих 24 микросекунд вариация задержки будет прыгать, а если что она будет прыгать, у вас загружены процессорные емкости коммутатора. И он немножко в очередь пакет другой поставил, а поставил пакет в очередь, это значит ваш пакет ждет и здесь возникает вариация задержки как раз. Так вот, если эта вариация выезжает за пределы 500 наносекунд, то соответственно у вас появляются проблемы, связанные с тем, что синхронизация будет, ну либо она не будет собираться просто-напросто, либо она будет собираться и разрушаться периодически, а потом опять собираться. То есть это плюс, как бы он же с другой стороны является минусом. Нужно выбирать то, что вам нужно, то к чему вы готовы. Моя рекомендация не заморачиваться со синхронизацией по LAN, если вы не верите в вашу инфраструктуру оставаться как бы на декте. Но если вы верите в вашу инфраструктуру, проверили, поставили оборудование и статистика говорит о том, что синхронизация не рассыпается, флаг в руки вообще как бы без проблем. Требование к сети 2. Вот, собственно говоря, про 500 наносекунд. То есть если статистика вам говорит, что у вас были превышения параметра 500, вариации задержки 500 наносекунд, но вы не замечали никакого асинхрона, то есть у вас не было рассыпания синхронизации, значит это были единичные превышения. Если они единичные, они не влияют. То есть система как бы говорит, ну окей, бывает всякое бывает, единичные не считаем. Но если последовательно несколько идет превышений, у вас все рассыпается и опять начинается собираться заново. Да, соответственно, есть алгоритмы, которые это дело мониторят, есть возможность через, ну раньше нужно было как бы через слог-сервер это дело смотреть, сейчас можно зайти прямо через меню базовой станции, там одна, один слайд будет, через меню базовой станции найти и увидеть весь этот интерфейс, там будет и количество асинков, которые произошли на базовой станции и сколько было превышений по PTP протоколу и так далее и так далее. Для того, чтобы запустить принудительно сбор статистики по базовой станции, вот нужно пройти определенную вот эту вот процедуру, подключиться по CLI, по CLI как подключаться чуть дальше будет как раз подробнее рассмотрено. Запустить команду и, собственно говоря, на СИСЛОГе, раньше нужно было собирать СИСЛОГ, соответственно, вы будете видеть все эти параметры. Я сразу промотаю дальше, вот они так будут сыпаться в СИСЛОГ у вас. Вот так это выглядит сейчас, то есть вы заходите в базовая станция синхронизации и у вас появляется вот такая вот иконочка, квадратик со стрелочкой, наводите туда мышкой, мышка становится активной, то есть это активная ссылка, вы на нее нажимаете, вам говорят введи пароль и юзернейм, вы вводите пароль, соответственно, админ и пароль администратора N870 устройства и получаете вот этот кусок вырезка, то есть там много информации будет разных, там загрузка интерфейс, фотография, загрузка памяти, вы увидите вот такую вот страничку, в которой вот есть два параметра внизу, PTPD и DLSD, вот это вот параметры, которые как бы не должны, соответственно, вот здесь слева написано, да, не должны превышать определенных параметров, DLSD, это DECT LANG SYNC, отклонение, соответственно, 1000 нс, это край, хороший уровень 500 нс, это расшифровка, что означают все эти параметры, вот справа, да, можете посмотреть там подсказку, это с портала гиговики как раз, что здесь интересного есть, состояние, вот quality async, допустим, да, посередине слева, async 0, то есть ну не было, не было превышения крайних значений, соответственно, не было перевода базовой станции в режим async, значит, параметры как бы удовлетворяют, если это произошло, условно говоря, в течение недели, недели при загруженной, то есть люди бегали в это время по офису, работали, все, как можно махнуть рукой, отлично как бы лансинхронизация работает, продолжаем жить. Сложности, точнее так, нюансы, которые могут возникнуть при лансинхронизации. Когда у вас несколько коммутаторов, несколько свитчей в сети, то для того, чтобы пакет от мастера синхронизации добежал до самой дальней точки, он должен пройти, соответственно, какую-то процедуру перехода через несколько свитчей. Каждый свитч будет носить свою задержку и свое дрожание этой задержки. Соответственно, смотрите, то есть если у вас дальняя базовая станция статистику показывает, что все в пределах нормы, меньше 500 наносекунд, не паритесь, продолжайте работать как есть. Оставляйте кластер как бы 1, ну 1С, там это не важно, common domain, то есть это вот все 1С и там до какого-то еще С, это все для декта, а для лана они там будут 1С, это общий домен, все, по-моему, дальше будет на эту тему, и это индивидуальный домен. Сейчас дойдем, я объясню, зачем он нужен. Вот обратите внимание, 5 deviation due to switch is больше 500 наносекунд, то есть у вас дрожание задержки после этого свитча превышает 500 наносекунд, тогда вам что нужно сделать в этой ситуации? Но при этом у вас коммутатор не умеет, глупый, допустим, коммутатор, он не умеет делать блокировку PTP. Есть коммутаторы, которые умеют, крайне, блокировать PTP трафик. Он не умеет делать блокировку PTP на данном порту, да именно вот на порт соседнего коммутатора, и тогда все эти базовые станции будут видеть с задержкой неудовлетворительной, с превышением вариаций задержки пакеты от того мастера А. Тогда вам нужно будет этим назначить второго мастера в этом сегменте и сделать их в сегменте индивидуальной, то есть закрытой, они перестанут воспринимать общую синхронизацию от мастера А и будет работать только по своей синхронизации. Тоже тогда, в принципе, все будет работать нормально. Ну и, соответственно, если мастер умный и умеет делать блокировку PTP, тогда вы просто делаете два мастера разных с одним и тем же номером синхронизации, они у вас нормально без проблем работают. И синхронизация базовых станций. DECT, LAN, не суть важна. То есть, когда у вас базовая станция включается в нормальный режим, она становится Synchronized, DECT Ready. То есть, синхронизированные и готовы к работе с трубками DECT, у вас загораются одновременно, постоянно гореть будут два зеленых светодиода. Они могут по-разному абсолютно мигать, если что-то не так. Софт обновляется, примигивается и так далее. Когда у вас идет DECT Overload, когда у вас уже все ваши тайм-слоты заняты под телефонные звонки, она у вас начинает активно мигать, то есть 0,5 секунд. Когда у вас идет просто DECT Traffic, идет вызов один, у вас этот свет идет, будет просто медленно так помигивать. Типа я живу, я работаю, я кого-то там обрабатываю сейчас. На сайте гиговики вы найдете более интересные, на самом деле, информации, если как бы будет у вас время в одном что-то зайти. То есть, можно сделать вплоть до того, что зайти по CLI на конкретную базовую станцию, и дать ей команду VRMI, где я нахожусь. Она будет включать там красно-синие диоды и мигать со всеми лампочками. Вы будете ходить и искать, а вон она висит, собственно, кого я ищу. То есть, как найти на потолке ту базу, если вы забыли вообще, где она висит. Удобная вещь. То есть, заходите через CLI. Чуть дальше, как CLI включить, я расскажу. Так, дальше просто. Да, вы настраиваете телефонию. Ну, наверное, это как бы вы уже несколько собак съели на эту тему. Заходите в профиле. Два момента есть. В профиле поставщика АТС вы настраиваете канал к АТСке в мобильных устройствах. Дальше вы настраиваете бэк трубки и привязываете их к учеткам оператора. Проваливаете сюда, здесь выбираете автоматически, не заморачиваясь, потому что не автоматически это либо Broadcast, либо Свикс, либо прочее-прочее, либо 3CX. Если у вас 3CX, можно им попробовать, у вас будет больший функционал. Здесь же есть, видите, кнопка «Разрегистрировать удаленную трубку». То есть, если трубка удалена, она будет как бы принудительно разрегистрирована в системе. Сама трубка отрегистрируется вот этой базовой станции. Прошлая трубка, само собой. А да, смотрите, здесь важный момент, и он здесь, к сожалению, не виден. Я так как нелепо сделал, но вчера обратил внимание, уже поздно было что-либо делать. Здесь под этой разворачивающейся системой есть еще общие данные поставщика услуг. Домен и адрес прокси-сервера. Вот они там спрятаны, я вот такой вот. Там должен быть либо IP-адрес вашего сервера регистрации, либо его доменное имя. В двух строчках. Здесь и здесь. Обязательно. Здесь и здесь. Это два момента, куда вы вводите адрес телефонной станции. И третий момент. Режим прокси-сервера исходящих сообщений ставите всегда и третий раз. Вот видите, здесь как бы он ничем не закрылся. Сюда третий пункт ставите адрес сервера регистрации. Тогда гарантированно у вас все работать будет. Все остальное это нюансы, которые, скажем так, это уже какой-то файн-тюнинг, который по разным там причинам нужно экспериментировать делать. Но основное, как я сказал, адрес сервера регистрации, домен и здесь адрес исходящих сообщений, то есть адрес прокси-сервера, и ставите его всегда. Начинайте всегда с этого. У вас начинает все звонить, а дальше уже экспериментируйте, если хочется. Тип subscribe for net.am. Это у вас подписка на, по СИПУ подписка на автоответчик. Если у вас где-то там крутится на системе автоответчик, соответственно, здесь нужно будет его включить. И согласование передачи, в каком формате у вас будут, ну скажем так, в AVR, да, или не в AVR, вот эти вот DTMF-ные посылки ходить. Здесь у вас внутрь проваливаетесь, говорите либо автоматом, либо нет, и тогда выбираете где, в аудиопотоке по RFC или в SIP-info. Но это уже как бы не базовые настройки, это опять же чуть глубже. Вот, собственно говоря, тот момент, о котором я говорил по количеству одновременных вызовов, которые будут поддерживаться на базовой станции. Если у вас здесь все кодеки, вот эти вот активные, присутствуют в левой части, в активных, у вас только будет 8 параллельных вызовов. Если вы хотите, чтобы у вас было 10, вам нужно 729 убрать в доступные, не в активные, а в доступные. Так, CSTA это типа CTI, да, то есть это какие-то возможности по HTX и HTML взаимодействовать с трубкой, если у вас есть какое-то сервер-приложение. Двигаемся дальше. На трубках можно настраивать разные мелодии звонков, не буду вдаваться в детали, но если есть такая необходимость, то дефолтные вызовы можно поменять, кастомизировать их там определенным образом для того, чтобы у вас работали групповые вызовы, внешние вызовы по-разному. Если интересно, просто на портале опять же это можно увидеть. Настройка абонентских трубок. Как подключить трубки? Для того, чтобы вернуть, первое, для того, чтобы вернуть трубку в состояние дефолтное, трубку выключаете красной кнопкой, а затем зажимаете кнопки 147, включаете и, несмотря на экран, нажимаете 76200, прямо по этой процедуре, как здесь написано. После этого у вас открывается сервисный режим трубки и вы, как бы, ей говорите Hardware Reset, то есть сбрасываете настройки в ноль. Но это не обязательно, но, как бы, если у вас трубка там откуда-то лежала, валялась, подцепленная к другим каким-то устройствам, ее нужно обнулить. Далее, трубки можно обновить несколькими способами. Значит, основные способы, если у вас есть microUSB на трубке, то есть трубка такая, которая имеет на борту microUSB, соответственно, вы скачиваете софт под названием Gigaset QuickSync с нашего сайта, подключаете трубку по USB в интерфейсе приложения QuickSync, находите эту трубку и говорите обновить. Все, у нас, соответственно, скачивает новый софт, получит последнюю версию софта. Также можно через это приложение, если это SL-ная, допустим, трубка с поддержкой там смены картинок на экране телефона, вы можете обновить какие-то картинки, заставку там свои и так далее, мелодии свои накачать. И второй способ обновления трубок, который появился для профессиональных трубок и в версии софта 2.44 и выше, это, собственно говоря, SWOTA. Software Update of the Air, да, вот так расшифровывать, просто обновление по воздуху. Для того, чтобы включить этот режим в динамическое обновление, когда у вас трубки сами будут получать сообщение о том, что есть новый софт, есть команды определенной автопровижнинга. Опять же, это не базовый курс, это там чуть-чуть глубже, поэтому SWOTA набираете просто на сайте Gigawiki и находите, таким образом это сделать через автопровижнинг. Но с помощью трубки это можно сделать точно в ручном режиме. Заходите в меню Settings System Endset Update и, собственно, получаете обновление базовой станции трубки. Внизу три строчки важные, которые говорят о том, что нужно иметь доступ, во-первых, к сайту SWOTA, то есть у вас базовые станции и декп-менеджеры должны иметь выход в интернет. Очень часто этого не делается, поэтому, сами понимаете, нужно что-то придумывать, либо через QuickSync и MicroUSB обновлять трубки, либо временно предоставить доступ, обновить трубки, закрыть, ну, как бы уже варианты. Да, забыл сказать, трубка должна находиться в одной и той же, в зоне одной и той же станции до тех пор, пока она не обновится. То есть, андоллер как бы роуминг не поддерживается для SWOTA. Это, собственно говоря, про то, как система узнает, что у нее трубка PRO или не PRO. Когда она находится, скажу откровенно, как это есть, да, в Gigaset прошиты те трубки, понятное дело, которые тестируются немцами на предмет стопроцентной совместимости. То есть, все профессиональные трубки, которые вот расширяются тремя буквами PRO в конце, вот в колонке TIP, а также Unify-вские трубки, если у вас вдруг где-то завалялись трубки от Unify, они тоже будут работать как профессиональные в нашей системе. Обратной ситуации работать не будет. Наши трубки под Unify-вской системой работать не будут. Полнофункционально. И здесь вы видите версию их софта, да, 53, 53, 53, 74, 06, ну там и так далее, и так далее. То есть, это вот ребята, которые у нас в офисе работают. Свою я сюда страничку выставил. Обратите внимание, здесь есть момент, вот в меню добавить, копия, заменить. Если вам по какой-то причине нужно заменить аккаунт, SIP-аккаунт на другую трубку, ну то есть там, не знаю, Федору Чумаченко трубка сломалась или еще чего-то, он хочет другую трубку, чтобы не удалять ничего там. Самый простой и действенный способ это выбрать чекбокс трубки такой-то, сказать заменить и включить регистрацию новой трубки. Соответственно, та удалится, эта добавится. Далее, для того, чтобы регистрировать трубки, два момента возможны. Используя ИПУИ и не используя ИПУИ. ИПУИ это, ну, имей на мобильном телефоне, условно говоря. Для того, чтобы сделать регистрацию небольшого количества трубок, вы это можете сделать самостоятельно, не используя ИПУИ. Если у вас количество трубок несколько тысяч, то вы повеситесь, да, все это регистрировать, это невозможно. Поэтому, что вы делаете? Вы через Автопровиженинг, опять же, это уже более, как бы, сложные настройки, вы через Автопровиженинг закачиваете набор команд с аккаунтами и ИПУИ, которые будут соответствовать тому или иному абоненту. А абонент, когда он будет готовить, давайте я чуть дальше пройду, сразу на следующий слайд. Заходите вот в меню мобильного устройства, центр регистрации и говорите, что регистрация будет открыта для всех новых трубок в течение, ну, условно говоря, десяти дней. И после этого, раздав всем этим тысячам своих абонентам трубки и включив соответствие через Автопровиженинг ИПУИ учетным записям, у вас это окно будет открыто, когда клиент включит трубку в режим, давайте я вернусь теперь, в режим регистрации, он просто скажет registration, register handset и все. И как бы пойдет процедура регистрации трубки в ненапряженном для вас режиме. Как узнать ИПУИ трубки? Самый простой способ узнать ИПУИ трубки это взять ее в руки, нажать на джойстике правую кнопку, то есть когда вы на джойстике нашей трубки нажимаете правую кнопку джойстика, вы попадаете в меню. У вас открывается экранное меню и вам, несмотря на экран, неважно, что там будет происходить, просто набираете звездочка, решетка, 0, 6 решетка последовательно. У вас открывается вот такая вот сервисная страничка, на которой первая строчка 02Е9753AF это и есть ИПУИ, который вы вставляете в файл автопровиженинга, либо в веб-интерфейс, ну и соответственно для того, чтобы начать регистрацию трубки. Так, двигаемся дальше, собственно вот это вот, если в веб-интерфейс вы выбираете, то вот сюда вставляется это ИПУИ. Также вы можете использовать случайный пин-код, а не пин-код по умолчанию, по умолчанию 400. Это, собственно, как выглядит процедура регистрации трубок используя ИПУИ, здесь мы уже были, это я уже рассказывал, дополнительные параметры. То есть выше это было основное, чтобы элементарно зазвонила трубка на соседнюю трубку или там на другой аппарат в вашей сети. Дальше это уже нюансы, которые могут быть, могут не быть, но как бы зависит уже от администратора, от ваших желаний усложнять себе жизнь. Во-первых, могут быть другие сип-порты использоваться, могут быть другие таймеры используются. Если у вас нестандартный таймер используется в системе, соответственно, у вас могут быть, опять же, проблемы с connectivity, да, с обрывами связи нежданными, негадными и так далее, и так далее. У вас может быть сертификат, то есть SIPs у вас может работать, да, не открытый, не шифрованный SIP. Соответственно, вам нужно будет использовать сертификаты ключа. Вам качество обслуживания обеспечивается полями нестандартными, не 34-м, 46-м, а какими-то другими. Соответственно, вы заходите на страницу телефоне и настраиваете все эти порты или поля дефсерфовские, там, те, которые вам нужны. Далее, онлайн-каталоги, то есть дошли до меню каталоги. Обратите внимание, слева каталог корпоративный, XML, XI, централизованные адресные книги. Корпоративный – это льдап. Для того, чтобы его включить, вы заходите, внутрь проваливаетесь, настраиваете каталог, настраиваете его адрес, порт, имя пользователя и пароль. Я не буду вдаваться, как это у вас настроено на сервере льдаповском, как бы это, без ипуи, извините, вернусь сразу, увидел вопрос. Без ипуи вы просто оставляете это поле пустым. Вы просто, как бы, в поле ипуя оставляете пробел, ничего не делаете. Соответственно, но проблема в том, что, когда вы будете делать это через центр регистрации, то тогда какая трубка у вас кому попадет, вы не знаете. А это нехорошо. Поэтому, когда через центр регистрации надсыпует. Итак, льдап настроили. После того, как вы настроили льдап, режим списка можно настраивать. Поля можно немножко менять местами, то есть каким-то образом там тюнинговать их под свою систему. Соответственно, здесь у вас соответствие, как у вас называются поля в льдапе и как они отображаются в нашей системе, тоже вот на страничке настройки льдап можно будет найти. И вам нужно будет найти, потом зайти в мобильное устройство, провалиться в мобильное устройство, дойти до пункта онлайн каталоги и выбрать каталог для прямого доступа. Это будет кнопка. То есть на кнопку вы вешаете доступ к льдапу. Соответственно, на какую-то, да, какую захотите. Можно там на кнопку инт повесить, допустим, судя по данному интерфейсу. Это льдап. Абсолютно такая же история, но как бы со своими нюансами. Это XML, да, записная книга, если у вас есть такая. Нечего рассказывать, двигаемся дальше. Центральная адресная книга, это адресная книга, которая живет на N870 Дект Менеджере. Ну, как бы в случае интегратора, соответственно, на интеграторе. Так, теперь мы дошли до вкладки системы. Что есть в интересном веб-интерфейсе? Во-первых, вы здесь можете настроить двух пользователей. Первый это админ, он имеет доступ ко всему. Второй это юзер, он имеет доступ к части настроек. Допустим, ваш подаван, который там настраивает регистрацию трубок, не более того. Также здесь есть, обратите внимание, CLI доступ через SSH. Для того, чтобы у вас получить по SSH доступ к вашему устройству, обязательно первым делом вы проваливаетесь сюда и включаете пароль. По умолчанию пароля нет. Когда вы включаете пароль, у вас автоматически CLI доступ в системе включается. Первым делом идете сюда и его задаете. Далее, автоконфигурирование. Вторая вот система, подготовка и настройка. Автоконфигурирование имеет несколько опций. Я, опять же, вас отправлю за детальной информацией на сайт гиговики, потому что эти опции и такие, и сякие, и 66, и 114 опции, DHCP, и мультикастами, и редирект сервером. Например, здесь наверху сервер подготовки. Это как раз профай. Гигасетнет девайс такой-то. Это вот сервер гигасетовский. То есть, если у вас провижник сервер, живет на гигасетовских серверах. Но в вашем случае, скорее всего, будет какой-то DHCP, что-либо в 114. Либо вы хотите, допустим, это делать не так, не через сервер, то есть, не динамически работать со системой. А что такое динамически? Динамически, то есть, я не помню, сколько, то ли 120 секунд по умолчанию. Ну, это, опять же, на гиговике есть информация. Интегратор, в случае интегратора, обращается к серверу автопровижнга регулярно, по-моему, через 120 секунд, за получением обновления, если обновление в каких-то настройках системы. Параметры это также можно поменять. Не помню до каких уровней, там, то ли до 10 минут. Честно, не так часто просто с этим сталкивался очень давно уже. Либо, если вы не хотите так заморачиваться, вы делаете файл вручную, рисуете там, на Типаде, втором, плюс-плюс который. Делаете файл, нажимаете обзор, открываете на своем компьютере этот файл и закидываете его внутрь. То есть, можно, собственно говоря, автопровижненько так делать. Но это уже не автопровижненько, это полуавтопровижненько такой. Собственно говоря, да, то есть, учитывая, что это вот такая вот большая-большая простыня параметров, ну, это просто пример, да, сюда я ввел, тут ничего читать даже не надо, просто как оно выглядит. А вот так вот справа выглядит автопровижненько и часть, только верхняя часть, вон, сколько у меня влезло, до автопровижненько Ай, да, интернет-телефонейка. Именно автопровижненько, часть автопровижненько настроек, это все на гиговике есть. То есть, все это не имеется возможности, собственно, в рамках презентации показывать. Далее, безопасность. Если у вас система должна поддерживать CTPS, соответственно, вы там смотрите на эту страницу и думаете, с какими сертификатами и как вам жить. Не вижу смысла там особо сюда тоже вдаваться. Системный лог и SNMP. Это примерно там же, где было настройки CLI, но только Syslog. Если вам нужно Syslog, соответственно, вы настраиваете данную страницу. Почему это важно, когда у вас возникают баги? Вы, допустим, встретили какую-то проблему, которая у вас регулярно всплывает в сети. Вы открыли через поддержку GIGASET, ну, там, через IPMATIC, через меня несут тикет у немцев. Немцы говорят, пришли Syslog. Есть такой момент, как, опять же, ну, чуть дальше скажу отдельно. Диагностик файл можно запрашивать у вас, да, то есть скачивать диагностик файл. И в нем тоже будет кусочек Syslog. Но так как Syslog, который хранится в N870 Дект Менеджере, он ограничен памятью устройства, то есть его нельзя там широко использовать. Соответственно, там будет только несколько там последних строчек, там 15 минут, если не ошибаюсь, влезает. И если вам нужно захватить условные полдня или день какой-то в Syslog, соответственно, как ни крути, но нужно настраивать Syslog сервер, собирать эти данные и по запросу, если у вас возникает баг, собирать эту информацию, по запросу отправлять, соответственно, в поддержку. Но, если такое происходит, и вы собираете это сделать, поставьте галочку, в том числе, отладка, да, то есть, соответственно, это более глубокая информация, и также будет включаться в Syslog. В это время, здесь все просто, ничего рассказывать не буду, берете свой сервер, NTP-шный, настраиваете, и все, все работает. Сохранить и восстановить. Для чего это может быть нужно? Если у вас нет интегратора, если у вас есть интегратор внешне, имеется в виду, это не суть важно. Все может слететь, все может сломаться, поэтому в важных итерациях каких-то, например, вы хотите обновить софт в вашей системе на всей, сделайте сохранение настроек. Что пойдет не так, сами понимаете, может быть, все что угодно, поэтому момент сохранения настроек важен. Пароль забыли, ну ладно, пароль забыли, тогда уже и не вспомните, на самом деле, если тут важно, но все равно. Сохраняйте настройки регулярно, регулярность определяете сами, как бы моя рекомендация перед сменой софта хотя бы. Перезагрузка-сброс. Через морду аппаратной кнопкой вы можете, соответственно, настроить любую роль устройству, а также вы это можете сделать через веб-интерфейс, вот в данном меню, перезагрузка-сброс, подменю «Система». Ну, использовать вы будете, на самом деле, сначала база, потом все в одном. Диспетчер плюс интегратор. Диспетчер, база, сохранение, только интегратор, интегратор, статистику. Ну вот, да, все в одном, динамический IP, как бы это основное для DECT-менеджера. Вот, статику, ну, вряд ли будете использовать. Если же вам нужно подключить интегратор к внешнему, извиняюсь, DECT-менеджер к внешнему интегратору, вы выбираете не все в одном. Все в одном – это значит с интегратором. Когда у вас интегратор внешний, вы выбираете диспетчер DECT плюс база, динамический IP-адрес. В таком случае у вас получается куций веб-интерфейс, в котором у вас появляется настройка только, где найти интегратор. Все, больше там, по сути, ничего не будет. Ну, как бы обновить софт и где найти интегратор. А все остальные манипуляции через веб-интерфейс делаются на интеграторе. Далее, параметры DECT. Здесь вы можете выбирать опять же, то есть вы выбираете, в каком диапазоне частотном вы находитесь. Вы выбираете шифрование DECT. Это все шифрование на уровне трубка-база. То есть это не влияет ни на какую безопасность в плане, то есть в ФСБ к вам не придут, там шифрование в канале это не влияет. SRTP у нас в оборудовании вырезано, чтобы не заморачиваться лицензированием. За все время эксплуатации запросов на SRTP не было, поэтому мы как бы считаем, что сделали правильно. Вот, собственно говоря, что делать, если это трэблшутинг. То есть мы дошли до пункта трэблшутинг. Есть несколько базовых таких вещей, как бы когда вы понимаете, что у вас что-то случилось не так, вы должны предоставить информацию в поддержку, типа помогите мне. Но вы должны как бы при этом не просто сказать помогите мне, а понимать, какую информацию вы должны собрать для того, чтобы ту или иную область проблемы меньшими силами, меньшим количеством шагов предоставить информацию в поддержку, то есть добиться результата какого-то. Первая это версия ПО, конечно, я уже объяснил, немцы будут проверять все на последней версии ПО. Это логично с точки зрения того, что немцев в мире не столько, сколько китайцев, они просто физически, у них ресурсов нет, посадить сотню каких-то людей на тестирование, проверку тех или иных моментов с разными версиями ПО. Поэтому они работают всегда с последней версией ПО. Первая рекомендация будет сразу, ребята, а вы поставили? Вы говорите нет, потому что не работает. Ну, как я уже говорил. Если нет, потому что не работает, работаем, значит, с другим багом. Следующая установка базы. База должна быть, как я уже сказал, стоять вертикально. Она не должна прижиматься к металлическим стенам. Ее тогда, если у вас какая-то металлическая стена или какая-то балка идет с потолка, вешать базовую станцию спиной к этой металлической балке или к стене не надо. Не очень это полезно, нехорошо. Надо отступить от нее на, ну, на такой, на куске ленты металлической, там, 10 сантиметров вниз, чтобы сигнал распространялся, чтобы лучам ничто не мешало распространяться. Это важно, потому что влияет на качество покрытия. Обязательно, если у вас по опыту просто своему говорю, если у вас больше пяти базовых, больше четырех даже базовых станций на вашем объекте, куда вы собираетесь приезжать, там, что-то инсталлировать, сначала проведите радиопланирование. Если вы не сделаете радиопланирование, вы не будете понимать, где у вас мертвой зоны, вы не будете понимать, перезаложили вы базы или недозаложили вы базы. То есть, может быть, вам нужно было 20 баз повесить, вы на всякий случай повесили 25, а радиопланирование там показывать можно было 20, вы переплатили. То есть, если вы клиент, соответственно, вы перестарались. Нам хорошо, вам не очень хорошо. Это плюс дает и интегратору, и конечному заказчику. Если этот интегратор приехал с чемоданом радиопланирования, он показывает свою серьезность, да, серьезность своих намерений, что он, поднимая свой авторитет, он не просто вам что-то впаривает, что-то продает, но продает рабочее решение, не просто коробочку, а говорит, что это решение будет работать, потому что я повесил базовые станции именно в те места, в которых они должны висеть, чтобы гарантированно работать и обеспечивать там качество телефонии. Не всегда есть возможность сделать радиопланирование, если объект не построен, оборудование нужно заранее. Если вам нужно оборудование заранее, вы можете примерно определить спецификацию, чтобы покрыть, как вы продаете это заказчику, или если вы являетесь заказчиком, какую-то часть, да, как вы это примерно представляете. Но дальше вы все равно должны сделать радиопланирование. Объект появился, питание на объекте почти уже появилось, мебель въехала, станки расставлены, стеллажи металлические, которые все меняют в ситуации радиопланирования, расставлены. После этого вы приезжаете и делаете это радиопланирование и понимаете, что тех 500 базовых станций, которые запланировали, более чем достаточно, все счастливы. Либо понимаете, что нет, нужно 550, тогда вы 500 вешаете, чтобы покрыть ту область, которая вам наиболее важна, и идете к руководству, говорите, радиопланирование показало, что нужно еще 50 повесить вот в этот хвост. Потому что этот хвост у нас остался неосвеченным, потому что все остальные 500 базовые станции ушли в соответствии тому проекту, который был рекомендован теми ребятами, которые приезжали и предлагали вам решение. Как я уже сказал, то есть это единственный способ сделать качественную систему. Если вы проигнорируете этот момент, будем с вами долго обсуждать, как сделать, чтобы это работало нормально, но нормально это будет работать только тогда, когда даже через год к вам приедут с радиопланированием, перевесят все на место, которое нужно, ну и так далее, и так далее. Если мы придем в поддержку с трубкой МАИ-690, что нам скажет техподдержка? Она попробует вам помочь. Если результаты тестирования покажут, что, допустим, все слоги или еще там что-то, что трубка такая-то имеет проблемы в сети, а трубка такая-то, не гаповская, а родная, прошлая, не имеет проблем в сети, вам скажут, ваши гапские трубки имеют проблемы в сети, потому что они гаповские. Вам не объяснят, почему, они не будут дальше копать. Почему они будут дальше копать, объясню. Потому что, опять же, все из-за ресурсов немецких и немецкой поддержки, у них нет всего, всей номенклатуры трубок, которые могут использовать клиенты в полях, со всеми вариациями версий софтов каждой из этих трубок, а нужно же как бы соблюсти именно точность, правильно? То есть, если вы говорите, у меня не работает эта трубка, нужно иметь такую же трубку на объекте тестирования с той же версией софта и ее уже проверять. Если ее нет, бессмысленное действие дальнейшее. Собственно, отсюда возникает такое требование. Как часто это может возникать? Да может не возникать на самом деле. По факту, так ведь и есть, что клиенты у нас покупают простые потребительские трубки, часто их используют. Если это устраивает их, хорошо. Если клиент говорит, нет, для меня важна стабильность работы, чтобы не было никаких нюансов в дальнейшем, они это понимают, они платят деньги за то, чтобы ехать, что называется. Чтобы не шашечки, а чтобы ехать. Так, что здесь интересного есть? Какую информацию нужно собрать для обращения за поддержкой? В файл диагностики написано, скачайте файл диагностики, вам скажут немцы. Вы тогда идете в меню статус, статистика, диагностика и здесь выбираете все галочки, включая Safe Settings, по умолчанию они отсутствуют. Говорите Download и скачиваете их, отправляете в поддержку. Инструмент визуализации, вот так вот выглядит, собственно говоря, если вы лезете в статус, статистика, что там дальше, базовые станции, да? Базовые станции, у вас открывается вот такая вот страничка, нажимаете на кластер, вот прям мышку наводите на кластер и у вас вот здесь вот справа внизу на этой картинке начинает активно подсвечиваться Show Cluster Graph. Вот Show Cluster Graph справа внизу, это как раз это ваша картинка с радиопланированием, а с уровнями синхронизации и качеством этих линков, как все это выглядит на данный момент. То есть, опять же, если вы видите красную линию, это означает сигнал некачественный, проблемы, если возникают в зоне действия этой базовой станции, сначала решите проблему с синхронизацией. Как это будет выглядеть? Смена позиции или дополнительная база на маршруте повешена? Это уже как бы покажет только практика. Меню инциденты, там же статистика, статистика, инциденты. Здесь показываются все инциденты, которые произошли с вашими базовыми станцией, с вашим DECT-менеджером. То есть, тоже эта информация, которую могут немцы запросить. В основном часто хватает файла, вот эту вот диагностику прислать и счислов. То есть, когда вы присылаете диагностику и счислов, по сути, это перекрывает все потребности в поддержке, в информации. Также, да, извиняюсь, конечно, тоже очень важный момент. Если дело касается каких-то сиповых вещей, то есть взаимодействия по сипу, взаимодействия по проводам, по эпичному стеку, по типе эпичному стеку, то вам, возможно, понадобится снять вайршарп. Что такое вайршарп, я надеюсь, вы понимаете. Часто бывает это сделать сложно, потому что, ну, понятно, да, то есть вам нужно сначала воткнуться компьютером в какой-то порт, на который настроить зеркалирование, ну, известный геморрой, да, то есть такая очень нетривиальная задача. Поэтому у нас на 870-м DeckManager есть возможность запустить трейсинг на вашу машину сразу с интерфейса N870. Каким образом это сделано? Ну, опять же, здесь по шагам все сказано. То есть первое, у вас скачиваете файл, опять же, в презентации это будет активная ссылка, и вы сразу скачаете файл с гиговики, тот, который нужно. Ввести пароль из SH. Это имеется в виду, что ваш CLI уже должен быть настроен в системе, иначе вы, как бы, не получите там никуда никакого доступа. И у вас, ну, после того, как пройдете эту процедуру, здесь все написано, да, после того, как пройдет эту процедуру, у вас посыпятся пакеты на вайршарк, которые вы уже, собственно говоря, сохраняете, отправляетесь также по запросу в поддержку гигасета, либо, если вы хорошо разбираетесь, ну, залезаете внутрь, смотрите, как все это выглядит. То есть, в принципе, там вайршарк это удобный инструмент для анализа тех или иных моментов. На этот сбор трафика Huawei ругался, приходил в чистом виде на базах собирать. Угу, окей. По счетчикам синхры, коротко, а я уже вроде бы вот говорил. Имеется в виду полану, видимо, да, по счетчикам синхронизации. То есть там как бы все просто, там есть PTP протокол и два параметра. Ну, давайте я там в конце потом к нему промотаю, когда до конца дойду, попробую, что за счетчики синхры на морде. В статистике базовых станций? В статистике базовых станций? Ну, там как бы все просто, то есть там количество, сколько были ли осинки. Когда идет инкрементация там параметра осинка, значит, у вас были рассинхроны. Если у вас были рассинхроны, соответственно, вы дальше начинаете копать, почему они произошли. Вся остальная статистика – это количество вызовов, которые было, это количество одновременных вызовов пиковых, которые были достигнуты на той или иной базе. Хендоверы на вход на выход и все, собственно, больше там информации особо-то нет. Больше, более интересная информация, она опять же связана с диагностическим файлом. Ну, если вам интересно как бы глубже копаться в, как выглядит, ну такая, ну служебная, скажем, да, хотя тоже она открыта для людей, для пользователей. Как выглядят различные параметры, в том числе ошибки, синхронизации, количество их на базовую станцию. Допустим, у вас там система из 50 базовых станций. Вы можете увидеть, что среди базовых станций, в файле диагностики именно, среди 50 базовых станций, там, две базовые станции у вас по параметрам рассинхронизации, там, ну просто на порядок превышают все остальные. Вы можете вот увидеть эту информацию и попытаться понять, скажем так, из-за чего это произошло. То есть у вас в рамках одной базовой станции идут постоянные обрывы. Вы через файл диагностики, открыв этот файл, определенным образом, давайте так, это слишком долго на самом деле, и опять же не в рамках данной презентации. Если интересно, напишите, пожалуйста, мне письмо, чтобы я вам дал кусок информации, как работать с файлом диагностики на предмет поиска, там, траблов тех или иных. Пришлите письмо, я, соответственно, соберу информацию, она у меня где-то собрана, и вам пришлю, отвечу, уже более адресно пообщаемся. Статистика, ага, вот эта самая статистика, мы к ней вернулись. Собственно, что здесь есть? Call Drops и Async. Ну, все, по сути, да. Ну, и какой там номер RPN у базовой станции. Вот такую же информацию, только более наглядно, понятную и расширенную раз в 8, 10, 12, 15, вы увидите через файл диагностики. Еще раз, дайте мне знать, что вам эта информация нужна. А, собственно, так выглядит легенда для инструмента визуализации. Серый линк – это качественный линк, красный мигающий – это некачественный линк, и с ним надо заниматься. Но Data Available – это значит, ну, вообще не вижу сигнала между этими базовыми станциями. Новые функции, их настройки. Наконец-то мы дошли до этого момента. Здесь, на самом деле, немного. Я, как бы, вывел сюда только основные. Как вы можете увидеть эти новые функции? Во-первых, вы заходите на сайт-гиговейки, откуда можно скачать софт, и у каждого софта есть пункт с названием Release Notes, где вы можете увидеть, какие баги были решены. Не всегда это немцы пишут, но, как бы, очень часто пишут. Какие баги были решены, какие новые функции реализованы. То есть вы можете от софта, проваливаясь в каждый новый софт, увидеть, когда, на каком этапе то-то или иное, допустим, появилось. Я сюда вот вывел только те, которые, наверное, все-таки вот прям ключевые и интересные. Первое, что у нас не было, мы долго с этим боролись, мы долго хотели это получить, и, наконец-то, это, как бы, немцы реализовали. Это, во-первых, подключение к SIP-серверам типа Cisco под ранком. На самом деле, как бы, это касается не только Cisco, то есть просто, в принципе, N870 устройства теперь могут работать под ранком. Для чего это нужно, как бы, основное? Для чего это было нужно, почему мы кричали об этом, просили в течение последних трех лет? Потому что Cisco, каждый endpoint, ну, наверное, кто-то, кто работает в Cisco, знает, да? Cisco, каждый endpoint лицензирует за очень приличную сумму денег. Сейчас так вообще, что называется, это стало за непонятно какую сумму денег. То есть как получить эти endpoint, не совсем понятно, как их лицензировать. А вот транки Cisco не лицензирует. То есть подключение к Cisco по войпу по транкам не лицензируется. Оно свободно. Немного опоздали немцы, Cisco ушла, но Cisco-то, Cisco-то осталось. Железка-то, железки-то есть, они есть, существуют. А так как под ранком Cisco не лицензирует, соответственно, клиент экономит очень большое количество своих денег для того, чтобы обеспечить телефонию на Cisco Call Manager с DECT. Ну, опять же, это сейчас касается тех, у кого Cisco уже есть. Я думаю, прочитали, да? Прочитали уже там, что нужно сделать для того, чтобы это запустить. Поэтому двигаемся дальше. То есть сам факт констатации. Такая опция появилась, и с ней можно работать. Далее. Изначально, когда немцы запускали микросотовую систему, была необходимость использовать базовые станции только в одном сабнете. То есть если они получались в разных сабнетах, в разных виланах, в разных доменах и так далее, как угодно можно называть, то DECT-менеджер не мог увидеть базовую станцию в режиме пендинга. То есть получалось так, что базовая станция не могла быть использована, по сути, да, получается, в такой сети. Хотя ситуация, когда, допустим, у клиента, ну, условно говоря, на каждом этаже свой сабнет, это довольно-таки частая ситуация, как бы я такие ситуации часто встречал. Теперь сделано вот так вот, как бы нормально. Последние версии режима инициации базовой станции такие, что она начинает вещать мальтикаст-сообщения, и коммутатор обязательно должен эти мальтикаст-сообщения пропускать, но без этого никуда. И тогда, соответственно, эти мальтикаст-сообщения дойдут до DECT-менеджера, и он их уже увидит как база в режиме пендинга. Важный момент, который сейчас тоже, как бы, открывает некую определенную поляну для работы с нашими устройствами. Здесь вот есть, допустим, да, если, опять же, на активную ссылку на микротик провалиться внизу, то там будет инструкция, как настроить VPN-туннель, собственно говоря, запустить примерно все то же самое, как на микротике сделать доступность базовых станций до DECT-менеджера на нашем оборудовании. Ничего мега сложного, но, как бы, для кого-то это открывает определенную перспективу. Далее, важный момент. Этот момент появился, на самом деле, не вчера, но в прошлом году. У нас появилась возможность резервирования мастера DECT-синхронизации. То есть, когда у вас по какой-то причине отваливается базовая станция, которая настроена как синхронизация первого уровня, то у вас рассыпается вся телефония. Да, у нас пока так и нет. Но и на самом деле непонятно, зачем, как бы, это нужно настолько глубоко копать. Резервирование всех уровней. То есть, резервирование всех уровней, это означает, у вас двойное резервирование всех базовых станций, по сути. То есть, ну, это нелепо, соответственно, никто, как бы, на это не пойдет. Но резервировать одну базовую станцию первого уровня, которая раздает синхронизацию всем, можно. Вы ставите рядом, ну, в определенной доступности, хоть, там, через 30 сантиметров вторую базовую станцию, которая также работает, на самом деле, как базовая станция. Она не в пассивном режиме. Она работает, как обычная базовая станция, обрабатывая ваши вызовы, таким образом расширяя емкость, да, как бы, до одновременного, ну, там, 20, допустим, одновременно вызов получается в этой зоне. И только когда у вас базовая станция первого уровня, основная, уходит в режим «я сломалась», она перехватывает на себя необходимость раздачи синхронизации первого уровня. Влияет это следующим образом, ну, видите, во второй половине дня. То есть, базовая станция не сразу определяет, точнее так, она определяет то сразу, что база потерялась, но она ведет отсчет, да, как бы, счетчик обратный. То есть, она считает 10 минут, что та базовая станция не поднимется. Разные могут быть причины. Вырубили питание, перезагрузку отправили и так далее, и так далее. Соответственно, когда 10 минут проходит, у вас заново собирается вся синхронизация. Настраиваться через веб-интерфейс в меню базовых станций, вот справа внизу, видите, как это выглядит. Sync Level 2, стрелочка 1 и DECT Sync Master Dungeons, и все. Следующее, это то, что у нас появилось как раз так же вместе вот с транк, с поддержкой транков для CISC в последней версии софта 2.52, это резервирование DECT Manager. Опять же, долго мы кричали, наконец-то докричались. DECT Manager можно резервировать только те, которые работают под управлением интегратора, виртуального или аппаратного. Если у вас самостоятельная имплементация, у вас DECT Manager работает сам по себе, и выполняя функцию интегратора в том числе, у вас не будет возможности рядом поставить второй DECT Manager в активном режиме резервирования. Но можно будет сделать это в пассивном, в холодном резерве. Как вы это делаете? Допустим, отхожу немножко в сторону. Вы берете вторую базовую станцию, переводите ее в режим «Все в одном», сохраняете на рабочем DECT Manager, в котором все уже настроено, все ваши настройки, делаете Safe Config, на этом резервном делаете Load Config, Restore Config, восстановление конфигурации, и убираете, как бы его выключаете, и убираете его там в Safe, условно говоря. Если вдруг почему-то на 15-й год жизни DECT Manager сказал, у меня что-то сломалось, вы достаете, если не забыли еще, куда спрятали, резервный DECT Manager, и, соответственно, ставите его в активную работу. И возвращаясь сюда, если у вас есть виртуальный интегратор, либо аппаратный интегратор, то вы можете сделать резервирование каждого DECT Manager в вашей сети. Напоминаю, у вас 100 DECT Manager, вы можете резервировать каждый, я надеюсь, честно. Вот сейчас немножко выдумываю, потому что, как бы, такой вопрос по числу не задавал немцам, но я думаю, это так оно и есть. На каждый из 100 DECT Manager можно сделать резервирующий его во горячем резерве стоящий DECT Manager. Он будет просто сидеть, как бы, мониторить состояние, обратите внимание, да, как бы, на то, что здесь слева внизу написано. Он мониторит состояние базовых станций, то есть подключены ли они к основному DECT Manager. И если они от него отключились по какой-то причине в количестве 60% плюс одна базовая станция, он считает, что я теперь сегодня главный и берет на себя, как бы, работу активного DECT Manager. А тот второй, если оживет по какой-то причине, встает, соответственно, в режим резерва. Важный момент, который здесь надо понимать, DECT Manager резервный не съедает дополнительную, не требует дополнительного лицензирования на виртуальном интеграторе. То есть если у вас 50 DECT Manager, на них 50 лицензий, то у вас 50 резервных DECT Manager не требует дополнительных лицензий. У вас будет 50 активных, 50 пассивных и 50 лицензий. Единственный момент важный, который есть. Если у вас ломается DECT Manager, который является мастер-DECT Manager, если помните, это тот, который является привязкой виртуального интегратора к лицензии виртуального интегратора, то так как у вас резервный DECT Manager имеет другой MAC-адрес, у вас виртуальный интегратор скажет, упс, типа у меня что-то с лицензией. И у вас включится 70 дней, то есть это тоже не проблема. У вас с этого момента включится 70 дней, чтобы вы обновили лицензию. На работу, телефонии в течение 70 дней это никак не влияет. Опять же, обновили лицензию, не купили заново, просто как бы пришли, сказали, у меня сломалось, дайте новой. Мы делаем миграцию лицензии, мы отменяем ту, ставим новую лицензию. Вот так, собственно говоря, работает резервирование DECT Manager. Все просто. Собственно, как он настраивается, да, тоже немаловатый момент. То есть у вас в виртуальном интеграторе появляется вот такая вот иконка, Add Backup DECT Manager. Чтобы его настроить, вы, соответственно, ставите чекбокс, кого вы собираетесь бэкапить, ставите чекбокс, говорите Add Backup и добавляете уже новый DECT Manager. Он у вас появляется, вот у вас появляется колонка Backup, получится DECT Manager 3, name такой-то, Backup for Bohelt, да, то есть ссылка на имя идет. Такой как бы несложный, собственно говоря, момент. Minimal T-Cell. Вопрос недавно, буквально на днях всплывший. На N670 как сделать Minimal T-Cell. Собственно говоря, основное, ну не сложность, как бы основное, что нужно понимать, это то, что те N670, которые есть на данный момент в рынке, они все с версии идут 2.33. Из-за того, что они идут с версии 2.33 по умолчанию, они не умеют делать Minimal T-Cell. Поэтому первое, когда вы их включаете и хотите как-то настроить, вы увидите, что у вас не получается настроить Minimal T-Cell. Поэтому обновляетесь до минимума 38-й версии, что нелепо, потому что есть версия 2.5.2. Значит, обновляетесь до версии 2.5.2. После того, как вы обновили все ваши устройства, вам нужно, допустим, сделать полную Minimal T-Cell. Полная Minimal T-Cell это три базовые станции, одна из которых выполняет роль DECT Manager N670. Они у вас все загружаются сначала в режиме «все в одном», а не как базы, как 870. Они загружаются в режиме «все в одном». Вы на них заходите, обновляете всем софт, потом две из них переводите в состояние «только база». Ну, лучше всего аппаратная кнопка, это быстрее всего сделать. И после этого на оставшемся третьем в веб-интерфейсе заходите в режим базовых станций, и в пендинге видите, соответственно, что они у вас доступны для того, чтобы их подключить в систему. Собственно, здесь все. Перевод аппаратной кнопки, ну, такой же, как и в 770. 10 секунд жмете, ждете, пока светодиоды все погаснут. Вот они все погасли, руку оторвали. Все, дальше короткие нажатия меняют роль системы. Нашли, как бы, нужную вам роль, там, два синих, условно говоря. Нашли два синих, опять же, руку отжали, да, то есть, чтобы там не дернулось, не дрогнула рука, не дай бог. И опять долгое нажатие в течение пяти секунд. У вас включаются два красных светодиода, пошла перезагрузка, они уже запускаются в новой роли. Ну, насколько я помню, перевод в базу, это нужно один зеленый светодиод, да, что был при выборе роли, вроде бы так. Вот, собственно говоря, после этого появляется у вас в режиме пендинга базовая станция, вы ее подключаете, а дальше все то же самое, что было для 870-го, проходите все процедуры. Провайдер, PBX Profile, Mobile Devices и так далее, и так далее, все эти нюансы. Также в версии 2.5.2 появилась такая вещь, которая может быть интересна заказчикам, потому что многие очень используют Microsoft Teams в своей сети. Теперь у нас наши дектовские трубки, не просто дектовские трубки, а дектовские трубки через N870 систему можно настраивать как Teams Endpoint на майкрософтовском сервере. Как все это сделано? Опять же, вот этот заголовок слайда, он является активной ссылкой в PowerPoint на страницу, соответствующую гиговике. Конечно же, у меня не влезет все это в презентацию, там слишком много информации, слишком много настраивать, как это все делается. На самом деле, делается просто, по умолчанию поддержки нет. Через автопровиженинг вы запускаете режим поддержки Teams на 870-м устройстве, а также на телефонных трубках, тоже определенные процедуры, несложные на самом деле. Назначаете тот самый вот XHTML-режим на одну из кнопок телефона, которая позволяет вам регистрироваться уже на сервере Teams. То есть на данный момент просто понимаете, что данная поддержка теперь у нас есть. Это на самом деле круто. И вопрос как бы остался только освоить процедуру, как это реализовать. На самом деле, у меня Teams нет под рукой, поэтому я не реализовывал, и вам всю эту процедуру руками как бы показать не могу. Но немцы проверили, даже провели сертификацию с Microsoft и подтвердили. Все, теперь сертифицировано, работает, интерконнекшн, там все. Опять же, вы, наверное, пробежались уже, да? То есть весь функционал, который, в принципе, нужен телефонисту, пользователю телефонии здесь присутствует. Включение-выключение режима внутренней телефонии. Специфический момент, который, в принципе, наверное, тоже кому-то будет нужен. Режим будет работать теперь только на системе N670. То есть на мини-мульти-соте. Когда вы с помощью лицензии обновите ее до 870, по какой-то причине, у вас этот режим исчезнет. То есть это работает только в режиме N670. Что это дает? Если вы помните, был такой, да какой был такой? Собственно, все наши айпишные телефоны из потребительской линейки, они умели на один, то есть там не было жесткой привязки трубки к конкретному СИП-аккаунту. Там можно было привязать отдельно трубки и отдельно иметь, по-моему, там 8 СИП-аккаунтов. Можно было, соответственно, с каждой трубки, долгим нажатием зеленой кнопки, допустим, получать доступ к любому из этих линий. Извините, не СИП-аккаунтов. СИП, 8 операторов СИП, то есть Endpoint, по сути, там один был. То есть вы получали любой трубкой на один из 8 СИП-операторов доступ. Таким образом, ну то есть для чего есть смысл, допустим, привязывать трубку только к одному Endpoint, когда у вас корпоративная сеть, да, когда корпоративная сеть, у вас только один оператор, центральная АТСка. Но, допустим, у вас есть необходимость вот для центральной телефонии пользоваться, там облачной телефонии, не хочу никого обидеть, но там условно манго, да, манго-телеком. А для того, чтобы позвонить, там, допустим, в Межгород, вы там используете другую какую-то, другого оператора связи. А трубка у вас одна. Вот теперь вы сможете на N670 как бы настраивать таким образом телефонию, чтобы с трубки выбирать разные направления вызова через разных операторов. Это, на самом деле, сделано через жесткий выбор новой роли на N670. То есть когда вы включаете опцию внутренней телефонии, вы переворачиваете как бы всю логику работы вашего устройства. Кратко здесь написано, какие функции у вас были, какие функции у вас станут, то есть они перевернутся вот так вот все. Ну, опять же, это нюанс, который понадобится немногим, но, в принципе, функция появилась, я должен о ней рассказать. И, соответственно, вы роль, когда вы видите через веб-интерфейс, у вас появится роль all-in-one плюс интернет-телефония. И все, это будет отдельная роль. Эта отдельная роль сбрасывает ваше устройство, здесь внизу написано, в Factor Default. То есть настройки опять нулевые, просто с новой ролью. Как, собственно говоря, запустить эту внутреннюю телефонию, настроить ее. Запустить, я уже сказал, настроить ее. То есть когда вы запускаете роль внутренней телефонии, у вас несколько преобразуется в веб-интерфейс. Он будет выглядеть уже вот так вот. То есть SIP-аккаунты у вас будут выглядеть как такая вот последовательность строчек. Да, на следующем у вас будет Assignments, это соответствие трубкам. Вот, то есть вы можете Internal Handset 11, допустим, привязать к аккаунтам таким-то таким. То есть когда будет идти звонок на аккаунт первый и четвертый, как бы они там не настраивались, да, то у вас будет звенеть одна трубка. Если вам нужно там, допустим, оператор, ой, господи, оператор, ресепшионистка, девочка сидит, да, вы, соответственно, говорите, что со всех восьми линий, когда будут звонить, будет звенеть ее телефон. Такая вот специфическая имплементация, ну, кому-то это может быть интересно важно. Поддержка ГАП-трубок. Начали мы примерно с этого, примерно этим и закончим. Это один, по-моему, из последних, если не последний слайд. Секундочку. Провизить запуск регистрации на менеджеры, не заходя, не стартую, и руками. Провизить запуск регистрации на менеджеры. Поясните вопрос, не совсем понял. На менеджеры, не заходя, не стартую, и руками. Имейте в виду, нет, трубку же надо перевести в режим регистрации. Если вы говорите про регистрацию трубок, там есть центр регистрации трубок. Вы открываете, вы ставите его в режим открыть окно регистрации, допустим, на 10 дней. На трубках надо провести все равно процедуру запуск, Не открывать, а провизить по изменению конфига базы. Да, без проблем. Трубка после того, как она зарегистрирована, то есть она будет провизиться в автоматическом режиме все из центра, если я правильно опять же понимаю. Ну, если я неправильно понимаю, лучше позвоните, потом обсудим и расскажите, что вы хотите получить. Так, еще раз про GAP. GAP в нашей системе как бы есть поддержка, но как бы нет. Как бы есть означает, что подключить вы все-таки трубки по GAP можете, как бы нет означает то, что я говорил ранее. То есть вы, подключая трубки по GAP, а это что такое подключить по GAP? Подключив трубку, которая не находится в white листе, в белом листе трубок, которые подключаются в режиме comfort deck. Comfort deck это полнофункциональный набор всех функций. То они, если эта трубка не в этом списке находится, там какие-то свои моменты, как она определяется, то эти трубки подключаются по простому режиму GAP. Что в этом режиме трубки могут получить, что не могут. Как повезет, пролистнулось там где-то вот вверху в комментариях, что AS690 работает по хендоверу. Прекрасно. Это понятное дело, что она работает, точнее так, ее шансы работать по хендоверу больше, чем у многих других трубок. Во-первых, других производителей, во-вторых, наши потребительские трубки. Еще такая же возможность будет, наверное, у трубки C550 HX, так же как у AS690 HX. Вот название HX в конце, во-первых, говорит о том, что эта трубка предназначена для работы с широким спектром, то есть она более универсальная, с широким спектром различных вендоров, не только GIGASEP. Поэтому, собственно говоря, она, скорее всего, имеет такие моменты своей реализации, которые позволяют работать хендоверу. Но, опять же, мне это никто не объяснит, потому что людям не до этого, чтобы они еще объясняли, как у них GAP работает с хендовером. А вот что не получите гарантированно, вы не получите, допустим, в списке вызовов, то есть пропущенные звонки были или нет, исходящие звонки были или нет, входящие звонки были или нет, когда они были. Доступ к центральной адресной книге вы не получите. Почему не получите? Потому что эта информация хранится на базе, а трубки, подключаемые по GAP, не обмениваются информацией с базой. Вот, собственно говоря, это основное гарантированное, то, что у них будет работать. Остальное, как повезет, у кого-то даже не регистрируется. Ну, точнее так, какие-то трубки на наших базах даже не регистрируются. Какие-то регистрируются, но звонят, но не переводят. Какие-то трубки звонят, переводят и работают в хендовере, но не имеют, допустим, колл-листов и доступа к адресной книге. Как я уже сказал, я объяснил причину. То есть невозможно физически проверить работоспособность всех возможных трубок с разными версиями софтов. Поэтому, собственно, сделано так. Но если вы хотите это включить, вы через AutoProvisioning включаете этот value равно 1 в правой части. Если отключаете и хотите, чтобы никто вам не подсунул эти трубки. Или вы хотите проверить, что у вас с включенным GAP и используемыми трубками GAP у вас работает нестабильно, но вы хотите убедиться, что при выключенном GAP эта нестабильность останется. Отключаете, проверяете, нестабильность есть и спокойно заявляете в поддержку, и никто вам не откажет. Иногда нужно, допустим, для тестов каких-то, бог его знает для чего, иногда нужно на трубке сменить базу, к которой ты подключишь. То есть ты, допустим, идешь, администратор хочет что-то проверить. Для того, чтобы принудительно запустить смену базы, нужно пройти процедуру, которую вы здесь видите. Первое, это то, с чего я начал при сбросе в дефолт трубку. То есть зажимаете 1, выключаете трубку, зажимаете 1, 4, 7, включаете трубку, нажимаете 7, 6, 200 и получаете режим Service Mode. После режима Service Mode ставите checkbox Metron Mode, выключаете трубку, включаете трубку. Она у вас находится теперь как обычная ваша трубка, но сверху появится вот такая вот строчка. Вот 18 в квадрате на данный момент выделенный пункт, это номер RPN базовой станции, к которой он ближайший подключился. Вам, допустим, по какой-то причине нужно проверить, что вы можете в данной точке, не сходя с этого места, подключиться еще к каким базам? К 3 или к 2, или к 1 только, к этой, или к 8. То есть у вас покрытие такое, что у вас 8 баз покрывают эту точку, таким образом давая номерную емкость, да, load balancing, максимально 10 одновременных вызовов на 8 баз, 80 вызовов, круто. Пока я говорил, вы уже все прочитали. Активируете процедуру, после этого во время активного разговора долгое нажатие 0 и вы сменили RPM. Если сменился RPM, значит есть в доступе соседняя база. Если не сменился, у вас база только одна. Если я не ошибаюсь, у вас не получится это сделать только на SL750 трубке, потому что долгое нажатие 0, боюсь сейчас соврать, имеет какую-то внутреннюю функцию. То есть на остальных трубках у вас все это сделать получится. Наверное, я вас достаточно на сегодня замучил. Собственно говоря, все, что я хотел рассказать по базовым настройкам, а также по новым функциям, которые и как их настраивать, которые появились у нас в версии 2.5.2, все рассказал. Наверное, я тогда передам слово Эдику, либо мы все-таки дождемся каких-то еще вопросов. По вашему мнению, какая перспектива развития этих протоколов конкуренции с технологией Wi-Fi? Ну, этот вопрос на самом деле длится уже на повестке дня долго. Он даже был среди опасений, как нам действительно развиваться дальше. И немцы искали варианты, какие еще там ниши захватить, какие ниши развивать. Что удивительно, падения, по крайней мере, в профессиональном сегменте нет. То есть мы пока не видим прям такой жесткой, какой-то серьезной конкуренции от Wi-Fi систем, как, собственно говоря, и от всех прочих систем. То есть даже те же самые FMC с теми же самыми мобильными телефонами у всего есть свои нюансы. У DECT есть преимущества, у DECT есть недостатки. Преимущество DECT это то, что эта система находится под контролем, то есть основное для заказчика, корпоративный заказчик. Система находится под контролем того, кто ее администрирует, включая записи всех разговоров, если как бы настолько компания относится, как бы, ну, не знаю, да, это нормально. То есть я не говорю, что это компания параноик, просто если компания следит за своим бизнесом, чтобы конкуренты к ним там не пришли со своей разведкой, никого там не завербовали, то есть они всех слушают, всех проверяют. Это нормально, вопросов нет. Так вот в случае своей телефонии, а не чьей-то телефонии на стороне там через облако, у вас это все под рукой, под вашим контролем. В случае других систем внешних, это не так. А у KT-IQ 2.0 поддерживается, да, всеми нашими трубками KT-IQ 2.0 поддерживается. Допустим, а у Wi-Fi есть в принципе, то есть с точки зрения безопасности, похожая история, но есть нюансы там с точки зрения, допустим, помеха устойчивости и энергоемкости. Кому что нравится? Нашли хорошую качественную трубку, там взрывозащищенный, ударопрочную, там с IP65, 67, с Wi-Fi, которая может работать в течение дня, чтобы не поставить, без необходимости поставить ее на зарядный стакан. Класс, значит, можете такой трубкой пользоваться. С DECT-ом вы как бы таких проблем знать не будете. Опять же, диапазоны Wi-Fi, как они будут себя ввести в среде, где много разных помех, ну, опять же, как бы и рядом, 5.4 вам, наверное, никто не даст, на 5-й гигагерцовый диапазон вы трубки такие, наверное, не найдете. А в 2.4 довольно-таки захламлено все. Пока, скажем так, прям такой конкуренции, чтобы нас не выбирали, потому что выбрали другую технологию, и это Wi-Fi, я бы сказал, нет, таких нюансов не было. Коллеги, если есть вопросы, задавайте. О, Евгений, спасибо большое тебе, было все суперинформативно, да, 2,5 часа почти вебинарную. Заявленный час. Да, все было тут интересно, и, по крайней мере, я не заскучал. Коллеги, также на слайде вы можете видеть основные контакты наши, куда можно обратиться и получить ту или иную информацию. Это наш пресейл, который, собственно, служит для помощи в просчетах проектов, в работе перед, скажем так, продажей. Наша сервисная поддержка, которая работает с сервисными случаями, коих в гигасете крайне мало. Техническая поддержка помогает в разрезе настройки уже проданного оборудования, поэтому, если у вас есть вопросы по проектам, которые вы просчитываете, то здесь можно обратиться к нам на пресейл, либо к Евгению. Конечно же, контакты его тоже в презентации были. Наш B2B портал поможет вам видеть остатки. Если нет у вас, то есть точно у менеджеров. Без проблем, количество, которое есть у нас на складе, они в B2B у нас фигурируют. Если необходимо больше, то гигасет имеет склад в России, и с него мы привозим в течение 5, максимум 7 дней. Также моя почта product manager.gigaset.me.makaev. Мне вы можете писать абсолютно вопросы любого характера. Это технические, коммерческие, сроки поставок, сроки доставок и так далее. Если не я отвечаю за вопрос, то я найду, кто вам ответит, сжатые сроки, если это необходимо. Также модельный ряд гигасета актуальны на нашем сайте epimatico.ru. Наш YouTube-канал, где, собственно, это видео вебинара будет также впоследствии размещен. И все предыдущие вебинары коммерческого характера также фигурируют на нашем YouTube-канале. И, как неоднократно говорил Евгений, гигасет Вики, которая была в презентации у Евгения и продублирована здесь, обязательно заходите, обязательно добавляйте ее в закладки. Очень информативный ресурс. Ну, если вопросов нет, спасибо еще раз Евгении. До новых встреч. Счастливо. Всех благ. Счастливо.